всех 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 приветствуем на нашем вебинаре бриллиантовый марафоне не знаю как вы но то что идет сейчас уже четвертое 5 6 7 8 9 сегодня 10 января это просто что-то колоссальное не знаю как вы но каждый день я чусь учусь учусь чего-то нового я записываю у меня куча все рядом интересных книг и сегодня также я хотела сделать продолжение нашего бриллиантового марафона чтобы он был для вас полезен что он был интересен и это будет и моя история через из которой вы возьмете что-то какие-то фишки разочарования сомнения страхи фобии как я преодолевала потому что возможно вы сейчас находитесь на этой стадии а также это будет не как для и для новичков и для директоров информации и для лидеров топ лидеров очень очень важно я знаю что этот марафон будет точно примерно около двух часов а может быть и больше потому что я хочу вам дать максимально полезное то что поможет вам расти и многие из вас меня воспринимают как официального обозревателя арифлейм хотя я вам расскажу зачем я это делаю чтобы вы понимали стратегически почему это важно для того чтобы развивались команды итак я одновременно делаю две трансляции а ну я иду в инстаграме поэтому если кто-то не может зайти по какой-то причине может посмотреть в инстаграме инстаграм привет вот немножко обо мне да я вам расскажу в компанию фон я пришла на дисконт сейчас я бриллиантовый директор а в арифлейм и вообще как бы любой путь любая карьера нет такого что там только взлет да об этом говорили практически все топ лидеры вот максимально даже здесь святого валентина для меня было важно открытие квалификации директора и ровно через 10 лет я открыла звание исполнительного директора вот сейчас идет мой кита слабенькие веточки закрепленные они попадали я еще сейчас новые веточки ну в общем это процесс да то есть это мои просто говорю что мое достижение чтобы вы понимали я одна из первых стала работать в интернете в десятом году в 2010 году у меня были уже три первых онлайн директора в арифлейм рекордный доход я получила один миллион рублей я вам покажу даже справку потому что мне кто не верит что можно с арифлейм зарабатывать один рублей в месяц да я вам покажу на это было в январе а когда другие просто говорят ой какой тяжелый месяц годовой товарооборот нашей команды и около 100 миллионов я получила в арифлейм от компании и сейчас это модно разные компании говорят вот у меня такая так машина вот такие машины да дают скажу сейчас этой машины нет потому что я благополучная из-за того что нам не нужны две машины я ее продала и сейчас купила добавил денег однокомнатную квартиру которую сдаю поэтому можно сказать что мой автобонус плантно трансформулировался в квартирный бонус в этом году официальная номинация у меня лучший обозреватель арифлейм 2018 года но чтобы это понять что мы ведем статистику отчитываемся по просмотрам в среднем если взять за квартал мои просмотры в два с половиной раза больше чем 20 обозревателей других делают обзоры да это была моя цель опять же наверняка вы спросите какие книги мы читаем это одна из книг которые я как раз таки читала на первом января и одна из моих целей была стать лучшим обозревателем арифлейм 2018 года сейчас конечно вы цель другая мне уже это не интересно и большинство скажем так сказать компания рефлейм все 25 стран кто-то говорит что это круто получать образование в каких-то странах мира я хочу сказать что благодаря компании рефлейм я получала обучение в 18 странах мира максимальная мою моя фобия которую я вам буду рассказывать это то что в школе так как у меня папа был военный мы постоянно перемещались по миру и по россии да и каждый год у меня был была новая школа новый класс и для меня была фобия рассказать перед классом что-то какой-то параграфе я просила ставить мне двойки у меня вот реально я могу учить день-два неделю но выйдя в класс да я понимала что я тут же забывала абсолютно все вот у меня такая фобия она не преследовала очень долгие годы даже в школе в институте везде то есть это для меня я просила перед после урока рассказывать но вот это вот мне страх мне снились сны такие вот не знаю как у вас это была моя самая страшная фобия даже мне сейчас да как бы было интересно перед вами выступать но компания рифлэйм я выступала на 10 тысяч человек в крокус сити холли тоже об этом рассказывала когда-то но потом если что расскажу а также выступала в майке в кипре в сингапуре в майами были съемки для мус тв интервью брали есть фото глянцевых журналов то есть вот это вот я еще вам расскажу это подробнее да и самое важное с чего все начинало все было не так легко и не так просто и может быть из вас кто-то есть кто я уже пять лет в арифлэйм я все не могу никак стать директором ничего страшного почему потому что у меня был долгий путь я долго шла но я просто сама для себя поняла что арифлэйм со мной навсегда это та компания где пройдет десять пятнадцать двадцать лет и пусть я чего-то не понимаю у меня что-то не получается я не такая как все я не могу выступать я не могу рассказывать да и вообще я в тот момент жила в маленьком поселке двенадцать тысяч населения но я решила что то будет да я вам расскажу это было сложно для меня но зато вот этот кайф я получила и сегодня будет вебинар долгий может быть даже будет два с половиной часа да это про то как моя история поможет помочь поможет вам да про доходы команды свободу фобия страхи про личный товарооборот потому что красота как это образ жизни как увеличить средний заказ про маска марафон который наверняка вот видели в инстаграме инстаграм да постоянно спрашивает как добавится на инстаграм сразу лайки да как вам добавится в маска марафон дальше вот мы сейчас посетили с вами и посетим многие вебинары туп лидеров и вот такой хаос а что нужно делать потому что информации много мы с вами каждый из вас сегодня разберет те 20 процентов действий которые ему нужно делать прямо сейчас сегодня в течение этого месяца которые дадут 80 процентов результата потому что очень часто бывает наоборот мы с вами делаем 80 процентов результата действий который практически ни к чему не приводит и получается так что мы вроде много работы а результата нет и каждый из вас сегодня разберется в этом это будет тест на эффективность и в конце мы подведем я расскажу поделюсь с вами 10 пунктов быстрорастущего партнера или лидеров и небольшое спасибо если вы будете мне помогать да какие то вот я смотрю игорь манда книжка была да почему потому что я может быть в конце вебинара еще отвечу на вопросы чтобы не сбиться потому что я вам очень-очень много информации и тогда если рассказать обо мне 16 лет я начала уже работать я зарабатывала в 18-19 лет больше чем родители я начала работать модель это моя официальная в трудовой книжке прям первая запись в 19 лет я вышла замуж переехал в поселок сибирске 12 тысяч человек я начала с нуля я бросила практически все вот так как я работала и до этого именно в краснодаре моделью работала в двух рекламных компания рекламных фирмах в типографии и заключала на радио рекламу то есть вообще очень круто ну скажем так жизнь меня начала с нуля и переехав другой посел понимаете вот я сейчас хочу сказать что неважно если человек трудолюбивый и у него есть свой путь неважно где забрось его хоть на камчатку хоть в какой-нибудь пустыню сахару он найдет свой путь и все равно вот так вот через все тернии да он выйдет через свое предназначение да я очень переживала почему я бросила карьеру модели мне это так нравилось мне так на вас идти по подиуму делать фотосессии да я это бросил опять же таки вам расскажу как через через все я обратно вышла на этот путь да неважно какие у вас трудности что у вас будет что такое вы можете сами изменить формат юра юра там . звание юра марина звонит вот марина звонит за школу все так форс-мажор вот я работала вот выйдя замуж за военным я работал военно-финансистом и опять же таки там мне предложили преподавать дефиле модельном агентстве работать визажистом то есть меня обратно толкала в эту сферу эту индустрию красоты про трудности так слайд идет следующий час минутку ага да вот смотрите да когда многих из вас звали в компанию oriflo не один раз меня также звали но я никому не доверил думка это все фигня это неинтересно вот и как-то на новый год 2003 году 2002 году третьем 2003 году моя подруга на новый год мы собрались у елки предложил мне зарегистрироваться в oriflame кто-то на тот момент вся моя продукция вся моя косметика начала заканчиваться и когда я начала покупать эту я имею ввиду там тоже там туши макс фактор там лориаль там помады те я понимаю что то другое это сплошное подделка как раз пошел там бомб подделок я думаю приду в компании oriflo для того чтобы покупать только по себестоимости и в принципе больше ничего не надо да я в принципе предполагала что здесь есть бизнес что нужно приглашать и так далее но вы знаете год у меня бизнес не рос кого бы я не приглашала не получалось во первых у меня не был спонсора который бы мне объяснил как это делать и вообще раскрыл то что в oriflame есть деньги только через год я познакомилась с моим вышестоящим лидером и за что я огромное спасибо она приехала с новосибирска это примерно четыре часа на автобусе добираться но у меня не получалось рекрутировать почему потому что для того чтобы разместить заказ нужно его получить где-то а ближайший пункт вы выдачи у нас находился частной электричке сначала надо было отвести туда полную сумму заказа то есть собрать заказ со всех заказ все деньги и когда ты приезжаешь то примерно было восемь процентов отсутствующих то есть никто не хотел регистрироваться в oriflame и я не могла достучаться поэтому на уровне шести процентов я приняла для себя решение что работа на основной работе параллельно мне нужно открывать пункт выдачи вот поэтому вот это вот решение когда вы неважно пускай вы новичок но если у вас цели глобальные пусть новичок выполняйте работу функции лидера функции директора и уже какой-то будет путь какое-то развитие также вот я вам уже говорила что для меня была основная проблема это рассказывать презентации выступать и я этого не умела я это боялась я не знала что и как рассказывать поэтому а как я начинала свой путь на тот момент случайно как-то мне попал диск алексея колтуна что делать им ирины волковой о презентации бизнеса кто знает кто знает кто знает как бы об этом а мой вышестоящий спонсор евгения расторопова из новосибирска они золотые директора вот и как раз они вот на фотографиях вот видите это в первом ряду они сидят и спасибо им что они объяснили мне как пользоваться какие-то фишки рассказали по продукции вообще тогда такой большой сортимент в компании был и вот и я поняла что если я не умею рассказывать презентацию вот кто из вас не умеет рассказывать презентации кто боится рассказывать презентации вот и у кого нету ряда спонсором который это мог бы делать вот что было тогда 2004 году что сейчас одинаково если вы отдаете кому-то диск а я так делала я как вот раздавать каталоги я давала диски никто не будет смотреть посмотрите единицы ничего не получится но я делала по-другому потому что я не умела рассказывать я просто говорил что подружки любой шла в гости с этим диском у тебя есть полчаса времени я сейчас тебе такое расскажу такое покажу и я садилась вместе рядышком вместе со своим виртуальным спонсором либо это алексей колтун либо ирина волкова и мы вместе смотрели это видео и и я какой-то комментировал я сидела рядом и эту презентацию я смотрела я не знаю сколько раз я пересмотрела и тогда я начала я выучила этот стишок я начала как-то коняренько рассказывать что-то делать и в своем поселке 12 тысяч я стал директором я приняла это решение но хочу сказать что какие бывают спонсоры и есть спонсоры которые вас тянут вверх а есть спонсор которые тянут вниз я например узнала что мы вышли мои промежуточные спонсоры которые были они на уровне девяти процентов в сибирском если евгения приезжала раз в квартал там раз на раз квартал она приезжала с новосибирской говорила приведите команду приведите команду у вас же там кто-то есть новички то они делали наоборот они только через несколько лет осознались что они специально не приводили людей почему потому что в поселке 12 тысяч населением конкуренция очень большая они девяти процентники и они даже купили стиральную машину на эти деньги и что все бизнеса больше не будет это слишком большая конкуренция представляете вот и когда получилось что евгения приехала говорит у меня да ну вот мы приехали а вот никто не пришел они типа якобы строили бизнес кого-то приглашали и они для отмазки дали мой телефон они мне позвонили год вот мы приехали к вам в поселок вот так далеко ехали вы можете прийти конечно же да конечно же когда мне нарисовали кружочки я поверил я поверила этим людям так так что у меня пропало вот так ушел мой путь я росла я читала все книги подряд потому что я не знала что нужно делать и у меня есть вот такая вот тетрадочка такая вот это один из годов например где опять же таки про цели мы с вами поговорим где у меня вот здесь вот так вот написано ты еще не бриллиантовый директор я пять лет шла к уровню директора потому что я не знала как у меня не было человека кто будет рассказывать показывать если честно говоря у меня была цель стать вместитель начальником финансовой службы полка и это была моя основная работа 8 часов и так часик где-то как-то я рекрутировала но всех людей которых я зарегистрировала они практически все уходили потому что я не знала как сопровождать людей по поводу я не знаю как у вас какие у меня трудности были офиса нет боюсь выступать некому проводить презентацию у меня никто не регистрируется спонсора нет помощи нет нет системы работы нет мероприятий нет команды презентация что делать что делать вот но тем не менее когда вы идете к своей цели когда вы что-то делаете что не получается в рано или поздно вы находите свой путь я вам еще расскажу как да я стала директором но опять же таки в поселке в маленьком я я хотела стать бриллиантовым но я понимала что ближайший город это час ехать куда-то в сибири там где холодно да я я думаю ну как же стать как же стать как же стать бриллиантовым директором бриллиантов директор у меня был расписан цель везде но я не знала как это сделать а потом как-то мне пришла идея оформляя заказы через интернет через спу пункты выдачи я поняла почему если я знаю все знаю косметику знаю про этот бизнес не рассказать кому-то дистанционно через интернет и тогда я познакомилась с моим первым директором однофамилицей я передала просто ей знания она жила в архангельске после этого потихонечку передавая каждый день проводя планерки созваниваясь она стала директором но это тоже долгий путь я не буду об этом рассказывать и вот максимальное мое достижение это как раз таки справка справка о том что за какой-то год 2015 года один из каталогов я получила миллион двадцать семь тысяч за один каталог за один месяц проделанную работу да и годовой доход за тот год был четыре с половиной миллиона да это вот можно можно получать моя история уникальный фанты наверняка вы многие знаете напишите плюсики кто знает историю плюс а история волосы беременность да кто не знает напишите минус и помогите дать ссылку на мою долгую историю но смысл в том что у нас 10 лет не было детей как не лечились делали и коэкси не получалось а потом вот бабах и я узнала что я беременна да причем одновременно наталья грешаева руководитель филиала еще много сотрудников знакомых у нас разница один месяц вот как только запустили арифлейм у нас у всех разница буквально один месяц как мы забеременели представляете вот такой baby boom случился и когда я узнала в тот же день ушла в декретный отпуск потому что для меня это было главное самое ценное но на тот момент работая через интернет это было 2009 год летом у меня был рекорд за месяц 100 регистраций 100 регистрации я размещал я просто всех людей звала на дисконт всех подряд на дисконт на дисконт за месяц 100 100 регистрации и даже не первая регистрация а потом девочка пригласила еще одну а там стал расти лидер да и это очень сильная директорская группа екатерина гонюк которая практически она подхватила вот это вот винии одна из первых стала работать в одноклассниках стала директором в одноклассниках вообще самой первой в истории до работа в эрифлейн вот и что мне тогда опять же таки зачем я понимала что вот опять же таки как сколько бы у вас не было регистрации какого у вас потока вы научились регистрировать очень хорошо есть у кого-то такая ситуация что вот как приходят люди так и уходят вот как приходят люди так и уходят вот напишите честно у кого есть такое что вроде бы столько на рекрутирование они сквозь пальцы вот есть такое вот что да есть и я понимала и в то же время вот когда я ушла в декрет да скажем так я наслаждалась этим положением да я вышла в интернет там по отвечала на вопросики там что-то но я понимала что вот те мои 100 регистрации они растворились и девочки работают и все я поняла если не будет четкой системы сопровождение людей то все люди которые пришли они уйдут и это сотни людей сотни людей которые поверили вам они пошли за вами что арифлейн виноват нет это мы виноваты что мы их не сопроводили и тогда на седьмом месяце беременности я вышла из декретного отпуска и вплоть до роддома стала работать и родила ребенка и все и тогда у меня начался вот просто вот вот это действительно пошла моя эпоха быстрорастущего старта вот у быстрой карьеры что было тогда так следующий слайд что было тогда да тот год был просто вот наверное да то есть я родила ребенка у меня было расписание такое с девяти до десяти уборка квартиры приготовления обеда час с десяти до восемнадцати я приняла решение что в шесть месяцев мне нужно нанять няню на уровне директора это были маленькие деньги маленький доход но я понимала если я не найму няню то я не смогу всем управлять я не смогу а моя няня была в соседней комнате а точнее у меня была на тот момент однокомнатная квартира и одна комната была просто перегорожен шкафом в таких условиях я работал то есть за шкафом у меня няня с ребенком за шкафом сижу я и я работаю в интернете то семь с половиной часов но зная что я не уделяя времени своему ребенку а хотя должна быть тогда с ним когда я кормила каждые три часа я делала в этот момент я лежала кормила одновременно у меня был вот такой вот тетрадка я писала что я буду делать три часа поминутно расписывая потому что мне было обидно почему я отдаю нянь няня ребенка да я не могу просто халявить я должна эффективно потратить время кому я должна сделать кому позвонить как и должна зарекрутировать как я должна сопроводить с 18 у меня было три часа времени с 18 до 21 а затем у меня начиналась вторая смена с 21 часа до трех ночи это была моя работа мой график на протяжении на на трех лет то есть 12 14 часов мой график работы был на протяжении трех лет да и вот за год с грудным ребенком я вышла на доход 100 тысяч рублей вот ребята можно можно как вы к этому отнесетесь как вы будете думать как вы будете рекрутировать то есть на тот момент 5 5 6 часов у меня был рекрутинг 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 еще шесть часов это было сопровождение команды только так а были разочарования люди приходили уходили растворялись в офисах сайт который я сделала один его потом украли все мои регистрации уходили к другому человеку а столько всего было очень много но тем не менее когда ты ищешь путь все равно произойдет вторая проблема у меня ребенок начал подрастать да это здорово хорошо мы начались какие-то мероприятия до посещения меня приглашали в какие-то города а а куда брать ребенка если если родители живут я я в сибири они в краснодаре что делать ну поэтому буквально с как исполнился годик ребенка начал везде со мной ездить на все мероприятия первое наше достижение в годик у марины было фотосессия на обложке журнала млм во мне игрушки с двух лет это были все мероприятия в новосибирск куда нужно было поехать потом мы переехали в омске а в три годика она вышла на сцену уже и вот уже вы видите на фотографиях да то есть я выступала ребенок рядом вот так вот бегал вот так вниз и вверх по ступенькам да но и было классно выходить с мамой на сцену видите фотографии она чек там по бонус автобонус 198 тысяч рублей и у нее было счастье мама когда я побегу на сцену мама когда вы бегу на сцену то есть когда мама будут поздравлять вот ребята вот это такое классно смотреть смотреть вот эти вот глазами ребенка как ей это нравится все в четыре года была опять же таки у кого есть детки я вам рассказываю про трудности которые будут у вас всегда в четыре года что нужно ехать меня приглашают на трехдневный семинар но 40 градусов 40 градусов нужно доехать с ребенком из города омска на поезде в новосибирск еще там 40 градусов и четыре года мы с ней поехали а и укачивает думаю она там проблевалась несколько раз в автобусе пока мы доехали тяжело но я это так понравилось потому что она была в таком внимание потому что была куча которые где-то далеко я работал это был такой классный как потому что помимо этого мы катались на лошадях мы накатались на скутере по снегу там было это это был такой класс в пять лет она уже просит мама куда ты поедешь возьми меня с собой мы поехали в красноярск тоже были семинары выступление все она тоже бегала вот так между рядами сидел я с ней сидела и самый кайф когда говорили что а то есть мероприятие было мы идем на столбы кто знает что в красноярске есть столбы вот а все переживали ну все ира ну с нами ты не пойдешь теперь его почему не пойду ну как же так это это тяжело взрослым у нас толпы туда подняться там идти туда часа два в одну сторону а вдруг что случится вдруг она устанет обратно нету автобуса вот я не знала что делать я не знала что делать как но веря что все будет хорошо и оптимист мы с ней поехали мало того что мы добрали самыми первыми до столбов мы когда начали уже возвращаться люди только шли поэтому было настолько круто настолько весело ребенку это настолько понравилось это круто в шесть лет меня при пригласили выступать на конференции в питер и опять же таки а что делать маленький ребенок а она еще приболела то есть по целым целое мероприятие я позвонила маме гармон поехали в питер а мы там жили когда-то три года вот она поехала с таким удовольствием и мне понравилось то что и мама получила наслаждение кайф и у меня ребенок и я и все нормально она в шесть лет нас пригласить меня пригласили выступать на теплоход алас оленик с команды если кто-то был то вам большой привет и опять же таки да я ее взяла с собой и я взяла другую вторую маму я говорю мама помоги мне пожалуйста свекровь она да она приехала со мной и она получила кайф и удовольствие и я выступила и так каждое мероприятие вот танец арифлей любые фотосессии мероприятия поэтому я говорю что дети если они с вами это ни в коем случае не то что ой у меня ребенок поэтому я не могу ребенок видя успех он сам хочет быть успешным он сам стремится быть успешным а сделать какую-то поведу он хочет быть на сцене чтобы его похвалили он хочет быть такой и вы самый лучший пример следующее я могу бесконечно рассказывать потому что дети наше все одно из самых ярких впечатлений у нас будет часть конечно это мотивационный морфон моя история потом мы прям будем прям по ступенечкам все об вгд почему потому что я финансист я вам все буду рассказывать по булочкам но что я не могу вам знаете вот готовя эту презентацию я вспомнила тот момент когда я была в москве что говорит делает вообще компания арифлей настолько все непредсказуемо и ваша жизнь такая яркая что вы даже не можете себе представить представляете такие такая ситуация вам в питере говорят что скоро будет мероприятие останетесь на два часа вот те кто закрыл звание бриллианта мы остаемся такая интрига и нам говорят вы когда-нибудь танцевали венский вальс все таки нет хорошо окей вам ровно час разучить как танцевать венский вальс потому что вы будете его открывать мал какой-то с нами были профессиональные танцоры которые работают там чуть ли не на уровне правительства где это все развлечение идет самые крутые самые крутые танцоры и они реально нас обучали и мы разучили за час как танцевать венский вальс но то куда мы поехали это был шок ребята компания богатая она она арендовала петра дворец ребята она арендовала петра дворец там где был первый балл арифлейм в россии вообще в истории петр первый мы там открывали балл представляете это это вот понимаете вот как у меня живут мурашки представляете это какое как можно было даже такое придумать вообще чтобы ну да это раньше какая-то свита это самые лучшие самые богатые люди россии руси там были да там какие-то там князья а мы живя в поселком сибирском обычный человек у меня бабушка с дедушкой вот мы жили в саратовской области в маленьком доме где там ютились десять человек в одной комнате туалет был не знаю где понимаете вот это осознание жизнь вот так вот мелькает и вы видели выражение моей дочери когда она видела что мама танцует это мне специально прислали фотографии когда мама понимаете вот мама у тебя принцесса королева да и а сидит рядом мама простите она наверное выключается ну она говорит я бы хотела показать это своим родителям так все так так собраться надо а просто понимаете искры люди бабушка дедушка да их внучки дочка в петродворце на балу так надо все перелистывать эмоции уйти эмоции уходят что сейчас моя дочка продолжает мою тропу да сейчас она с лета она работает моделью она выступала на модель стала стала моделью это фотосессии у нее это нравится да пускай она маленькая но я тоже хочу хочу вот это испытать это кураж и самое классное что если я когда-то наверное в 17 лет выступала на неделе высокой моды в Москве это было в гостином дворе это было очень очень круто то что свои 8 лет она также выступала осенью на неделе моды в Москве представляю бронстильняшки вместе со звездами с сыном Киркоровым с господи с дома 2 короче там все представители были там самая красивая девочка мира выступала ребята это уровень понимаете если бы не деньги арифлейм если бы не доход арифлейм опять же таки а съездить на неделю моды это мама должна заплатить а за агентство за обучение за фотосъемку за эти шмотки за эти платьяшки за эти наряды кто должен заплатить это мама должна понимаете мне это нравится я играю со своей куколкой она кайфует но опять же таки это возможность которую дает арифлейм и я бы не поверила в это если я знаю что что бы ты не захотел в этой жизни что бы ты не делал если ты это хочешь все исполнится да не будет получаться да ты не будешь лучше да ее постоянно ругают что говорят что модельный бизнес это не для нее потому что она там косячит плохо себя ведет балуется как ребенок не доделывать то что говорит фотограф но она идет мы идем к этот путь и а что такое компания арифлейм это настолько высокая планка это постоянные проекты со звездами это люди которые вас обучают и когда вот понимаете вот это уровень я вам всем хочу чтобы вы обязательно становились минимум бриллиантовыми директорами потому что это другой путь это другая карьера это когда вас представляет какая-то звезда выступал например сергей лазарев а после этого вы стоите и вот говорят ой сергей здравствуйте вас проводят к нему в гримёрку говорят здравствуйте сергей это наши топ лидеры это ирина это наталья это топ лидеры да с ними нужно сфотографироваться и к вам понимаете и к вам звезды с таким высоким уважением потому что это понимаете компания арифлейм занимает их для того чтобы они у нас выступали это их доход деньги они зарабатывают если бы не компания арифлейм и такие компании они бы остались нищими поэтому они с уважением к нам относятся они понимают что ё-моё это высокий уровень да это очень-очень круто и с ними когда ты общаешься они общаются с тобой наравне хохотать а знаете как круто получать обучение от звезд вот например помните я вам говорила что я очень сильно боялась выступать у меня был такой мандраж я думаю ну всё этот стишок который я учил наверное две недели я точно не расскажу десять тысяч человек крокус сити холл да ё-моё меня там двадцать человек и я пугаюсь кстати знаете почему я стала топ лидером онлайн потому что я всегда вешала перед собой инструкцию и читала текст первое время я не видела людей глаза поэтому мне было не страшно я говорю сама собой даже сейчас создавая видеоролики я могу десять тысяч дублей сделать и это всё легко ну если я вижу людей у меня сразу шоковое состояние я помню меня трясёт меня трясёт мне кто-то девчонки коньячку даже принесли я говорю я не могу я сейчас буду выступать рядом в соседней гримёрке был Дима Билан у него выступление он говорит да что ты говорится что ты смеёшься а рядом Кира Пластенина была она говорит да чё ты переживаешь Дима меня приобнял и говорит Ира вот ты понимаешь вот я сейчас должен рассказывать час час вот я пою для меня это комфортно но час я сейчас перед вашими девочками мальчиками должен выступать и говорить какое-то что-то про красоту про стиль жизни про цели ценности ты думаешь для меня это комфортно нет я в таком же таких же условиях и помни запомни этот момент если ты не волнуешься если ты не переживаешь если ты не испытываешь вот мандраж и хочешь выложиться всё это будет самое стрёмненькое выступление но если же ты чем больше волнуешься чем больше переживаешь чем больше ты готовишься и рассказываешь ты потом получишь такой кайф такой адреналин что это будет как наркотик ты будешь хотеть хотеть сцены хотеть мероприятий хотеть выложиться Потому что ты будешь понимать, что ты отдаешь людям А потом ты это кайф такой получаешь И вы знаете, в тот момент он выступил, потом приобнял И как раз он мне передает микрофон, потому что следующее выступление было мое И это было мое самое лучшее выступление в жизни И я поняла, что если даже у тебя фобия Если ты очень хочешь, тебе помогут люди стать другим Главное, хотеть и делать А можно отмазаться и сказать, что это не мое Следующее слайд я перелесну Победа в конкурсе Большое спасибо моей команде Большое спасибо моей команде, которая помогла мне выиграть в конкурсе Вообще, команда это такой двигатель И если команда знает вашу мечту, да вы вместе Если у вас есть какая-то мечта, она сбудется И вообще, участвуйте во всех конкурсах компании Арифлейм Я не хотела рассказывать об этом комплексе, потому что многие о нем знают Но, видя как ребята рассказывают, да, то, что это компания Арифлейм Я решила включить Да, нужно было сделать макияж с новинками Арифлейм И победитель будет Будет участвовать на открытии недели моды в Москве Все То есть какой-то дизайнер ничего не говорит И ребята, благодаря команде, благодаря тому, что я писала в всех чатах Я хочу, я хочу победить В конечном счете, не только я победила Но и практически все мои партнеры Получили по студии с макияжем Потому что мы голосовали во всех соцсетях Да, когда я туда поехала Вот это было, такую сказку делала компания Арифлейм Я даже не думала Во-первых, она нам сняла шикарный отель Победила еще две девушки Которая одна даже не в Арифлейм А вторая была на уровне, по-моему, консультанта 6% Роскошный 4-звездочный отель с иностранцами К нам приходили, три дня приходили визажисты Но самое классное Когда мы, мы даже не знали, куда мы поехали Поедем Нас привезли на шикарном машине Когда открыли дверь И я вижу, что нас привезли просто в мастерскую святых Валентина Юдашкина Я была в шоке Потому что именно Валентин нам выбрал платье На нас потом все это подшивалось и ушивалось Но мы немножечко подождали Потому что жена какого-то там депутата У нее было какое-то мероприятие То ли она там выходила замуж, то ли еще что-то Ей такой свадебный То есть какой-то день, я даже не знаю, для чего это было Просто он ей пример А потом к себе в гримерку приходит Понимаете, депутат какой-то И ты тут рядышком И девочки такие, не консультанты Рифлэйм Просто девочка шестипроценник И только тоже с маленьких городков Да Я потом посмотрела ценник моего платьишка Которое подшивали под меня Оно стоило 160 тысяч Вот кто из вас может тебе позволить платье за 160 тысяч? Это по тем временам, деньгам было Ребят, эта компания Рифлэйм Она так поднимает палку Я даже не знаю, насколько выше Это бы приобрели платьишки Все классно Устроили там целый день развлечения в студии макияжа Но что было самое классное Вот живя в маленьком поселке А, в тот момент я в Омск переехала Вот знаете, вот сомнения, когда все говорят Ты идиот, ты идиот Может быть я и правильный идиот Или там ты некрасивая, ты страшная Может быть есть такое Или ты знаешь, что Рифлэйм Это такая чморная компания Это такая херня Вот я только пользуюсь ритуалем И все, и вообще как бы так И ну ты, конечно, веришь Но когда вот это вокруг все говорят Ой, это твой Рифлэйм Ой, кто-то еще не покупает А, понимаете Когда я поехала на неделю моды в Москве Я была в шоке Какой уровень, какой масштаб Да там все было про Рифлэйм Там везде были логотипы Компания Арифлэйм была генеральным спонсором Там все даже пироженки были с Арифлэйм Там было все Арифлэйм Понимаете, что такое неделя мода И когда еще открывает ее Юдашкин То есть это самый крутой кутерье вообще в России Да и в мире ценится, да Это было все в стиле Арифлэйм И когда ты ходишь Знаете, вот как-то, знаешь Вот когда ты подходишь и говоришь Ой, да я из Арифлэйм Особенно когда звезды А понимаете, а когда ты идешь на неделю моды В общем, тебя вип-зону Вип-зону и там, где все звезды крутятся То есть фуршет, все И знаете, вот Мне было, боже мой, как я пойду Я говорю, блин, да я вообще в Арифлэйм Работаю, это вы звезды А я такой чморной Арифлэйм Там же видя вот это все Я, понимаете, я расправила крылья Я говорю, да Я представляете, компания Арифлэйм Я туп-лидер Арифлэйм Я работаю в Арифлэйм И со мной совершенно по-другому говорили И со мной говорили, блин, наравне, реально Это с нами вместе За одним соседним столиком Девчонки фотографировали Да, надо еще сюда кучу фотографий Мы с Сысоевым, Сысоевым Это член Ассоциации Высокой Моды Я просто переключу фотографии С кем я Ирена Пановушку Кто его знает Напишите плюсик Напишите, да Кто это Кто знает Кто знает Яну Чурикову Кто знает Яну Чурикову Кто знает Викторию Боню То есть они нормальные Они сотрудничают с компанией Арифлэйм Арифлэйм деньги платит А они очень хорошо к ней относятся С Чуриковой мы вообще обсуждали И она мне объясняла, почему Она выбрала вот такую нудовую помаду Потому что со всеми чмокаться устанешь А тут должна быть такая надежная матовая помада То есть она рассказала, что Понимаете, она с тобой общается наравне Блин, наравне Она рассказывает, ржет, смеется, прикалывается Там, что она пробовала А вот я скажу Она еще говорит А вот это прикольная помада Она говорит Оттенок помады Она знает оттенки помады И она говорит Вот это вот мне нравится нудовая помада Рифлэймовская Знаете, я такая вот Ёбараса-те Вот у меня провалилось все У меня такая, знаете, вера А потом, когда я видела Когда всех моделей Кто будет представлять показ Валентина Юдашкина Красили только косметикой Арифлэйм У меня вообще в шоке было Я думаю, ну это как Представитель компании Арифлэйм Ну и там один-два продукта Нет, ребята Все заменили полностью Там была только косметика Арифлэйм Вот представляете Если вы Богатый человек Миллиардер Кутюрье Если вы не уверены Что какой-то херней Вас накрасят И вы испортите Ваши модели Их лица испортят Показ у них будет Жирный блист Или помада куда-то съедет Или ресницы Будут недостаточно красивы Ведь Он Ребята Вот этот человек Миллиардер Может тебе испортить Имя бренд Вот тогда Я настолько Стала У меня вот Вообще всем сомнения Сомнения вообще Все ушли По поводу того Что как Воспринимают Миллионеры Арифлэйм И как воспринимают Извините Вот эти чмошницы У которых Откроешь косметичку Там одна помада Какая-нибудь Диор А все остальное Чистая линия Потому что Тупо просто Нету денег Да И они все такие Крутые якобы Ходят И в то же время Когда Яна Чурикова Красится помадой Арифлэйм Да Когда К стенду Подходит Господи Девочки Как ее зовут Когда Таша Королева К тесту Арифлэйм И начинает Выбирать Себе смотрит Помадку Ну это вообще Отклад Это вообще О ты тоже с Арифлэйм Хихихаха Говорит Да я тоже Мне каталоги Приносили Ой да вообще Я такая чмошная Сейчас У меня просто Я болею У меня температура Но я не могла Просто столько Мне Валентин Юдашкин Пошил платьев Девочки Это у меня прям Есть в записи На видеокамере Вот Когда она рассказывала Я такая Выдождите Я себя плохо чувствую Говорит Мне просто нужно Своего друга поддержать Да Ну вот Просто так Да Ну вы меня особо сильно Не снимайте Ну можно с вами Сфотографироваться Вот Сам Валентин Юдашкин Сколько сделал для нас Да Я просто вам Почему я говорю это Я знаю что Многие знают эту историю Еще многие не знают Но я хочу вам сказать Что компания Рифлэйм Очень крутая А самое было круто Когда на нас Посидели в середину И перед нами Показ То есть на нас Все шли модели Я знаю как это дорогой стоит Это самые крутые Самые дорогие Вид места Это было что-то вау И нас представляли Как победители Как королев Понимаете И вот рядом Когда сидят Пугачева С ладочком Ты видишь Ты реально Сознаешь шок Что это Арифлэйм Что на этом месте Могла быть Любая девочка Которая поверила Что она может Выиграть В любом Конкурсе Просто тупо Сфотографироваться Сделать макияж И отправить в компанию Арифлэйм А сколько было людей Девчонки сейчас Поехали в Швецию В спа-салоны Еще какие-то мероприятия Кто просто Надо рассказывать Надо транслировать А вот мне очень понравилась Одна из видеозаписей Когда все брали интервью У Киркорова Да Там Я одновременно стояла Вот это моя фотография Я стояла с видеокамерой И мне было столько Так позорно с ней снимать Потому что я понимала Что это чмошная видеокамера Мне так позорно Но вот я рядом с ним стою И знаете На параллеле что Опять же таки Путь Наши дети повторяют нас Через определенное количество времени Я поехала на неделю моды Но в качестве сопровождающей Где моя дочка Выступала на неделе моды И когда Мы сидим На втором ряду И я смотрю Идет Филип Киркоров Со свитой У меня дочка Это черный Черный Она же не знает Как его зовут Черный Это Филип Киркоров И все И когда я просто подхожу Я просто волча Но мне когда У меня фотографии Да Но я уже не бегу Там истерично Со звездами Я просто подхожу К нему с дочкой Он взводит на меня Я такая показываю Просто что у меня дочка Он сидит Берет на коленке У меня дочка сидит На его на коленках Он говорит Садись ко мне на коленочке Садись Сафотографирует А вот И когда Вот это круто Понимаете Это ваш ребенок Это будущее ваших детей Просто у меня получилось так Что у меня одна Моя сфера Я говорю у вас Вокруг своей сферы Но вообще Арифлэм разный И как бы вы ни работали Какой бы у вас путь Будет своя история Своя сказка В рамках того В той сферы В которой вы крутитесь Это все Арифлэй И по два дела Сейчас мотивационные мои Заканчивают Сейчас будем плотненько работать Так Что? Слайды не перелистываются Они хотят Чтобы вы дальше Еще посмотрели Эти фотографии А кстати Там вот на слайде Есть А вот что Вот что Да Самая красивая девочка В мире Да Фотография У меня дочка Хотела сфотографироваться Больше всего на свете Она хотела увидеть Ту самую красивую девочку В мире И она выступала На этих показах И она с ней сфотографировалась И для нее было счастье Это для нее было счастье Это ее кумиры Наши кумиры другие А ее кумиры Это вот эти вот Маленькие звездочки Которые подрастают И она видела И она счастлива Что сейчас Что самое классное Вы не увидите Фотографии Моего супруга Даже если он сейчас узнает Что есть здесь фотографии Он будет очень ругать Почему у него Он Подполковник Ракетных войск Стратегического назначения У него подписаны контракты Что его фотографии Не должны Публиковаться В соцсетях Везде Нигде То есть это очень высокий уровень Доступа На уровне Правительства Почему И у него Когда Вот была жизнь Туари Флейм Когда я много-много работала Мы практически с ним не виделись У него был один день Выходной Это воскресенье Когда у него с утра Как у нас планерки У него планерка С правительством была Когда Где они каждый день С утра рассказывали Какая в мире обстановка На кого там Направили ракеты Или еще что В общем В принципе Мне это не надо знать И благодаря этому Меня пускают Везде по миру путешествия А его нет Ему нельзя Даже сейчас И поэтому Вы не увидите В соцсетях фотографии Меня спрашивают Почему нет мужа Почему Нельзя Нельзя Даже здесь нельзя Ну вот как бы так Но что Классно Что классно То Что Сейчас Он вышел на пенсию И Мне нравится То Что Мы вместе Мы семья Пропало Ребята Пропало Плюс-минус Пропало что Перезагрузитесь Все нормально Окей Да Все отлично Если кого-то пропало Презагрузитесь Мне нравится то Что У него не было выходных А сейчас Он Дома Уже год У него Отпуск Он не собирается Никуда-то выходить С утра Понимаете Вот Меня поймут те женщины Которые Которые На себе Несут все Сами И за ребенком И то И то И то Сделать И нету помощи А сейчас Утром Я просыпаюсь Только тогда Когда у меня Ребенок Поглажена форма Одет Она позавтракала Я заплетаю ей косичку Я ложусь спать У меня муж Ведет ребенка В школу Проверяет уроки Делает Смотрит Это вообще классно Он помогает мне размещать На сайте Статьи Какие-то советы дает Это классно И мы в любой момент Можем поехать отдохнуть Поваляться на травке Съездить Правда только в России В России Потому что нельзя Пока еще 4 года Куда-то Отдыхать Это классно Второе Что самое Благодаря Благодаря чему Я здесь Благодаря чему Вы слушаете этот вебинар Благодаря чему Я стала топ-лидером Это моя команда К сожалению Она вся разбросана По России Как-то так По всем регионам И это Самое Классное Самое большое удовольствие Встречаться с самой командой Это Такие мероприятия У меня просто башню свосит И вы сами Я не буду рассказывать об этом Потому что вы сами знаете Что такое команда И что каждый из нас Каждый вот этот человечек Это его заслуга Что это наше Общее командное развитие Общее командное достижение Звание каждого Потому что Вот ребята Мы все с вами разные Абсолютно Вот пять пальцев Сломайте один Вы будете уродом Организм Это единое целое Это команда Организм Но если у вас не будет уха Вы инвалид Если у вас не будет Абсолютно разных людей В команде То вы будете неполноценным У вас не будет полноценного развития Потому что Каждый из вас в команде Должен дополнять друг друга Те Что у него получается Больше всего Кто-то не может презентации рассказывать Кто-то не может рекрутировать Кто-то хорошо рассказывает презентации Кто-то хорошо считает Кто-то хорошо что-то делает И самое ценное Вот это Соединить и объединить команду Я не буду рассказывать О подарке Вольва От Арифлейм Вы наверняка слышали Что они есть в компании Ну я говорю Машину я свою продала Потому что Как бы я на квартиру сейчас Потому что 3 года закончилось Вот Я сейчас не буду рассказывать Про путешествия Про 25 стран Но именно на них я пришла Именно на это Чтобы путешествовать по миру Иначе бы Просто Посмотрите Мои видеоролики По странам Я его записывала Ну я сегодня С вами расскажу О тесте Вот как раз у нас Еще самое смачное Получил Будет Который поможет вам Понять Почему даже в вашей команде Одни растут стремительно А другие Может быть стремительно падают Или одни почему растут Делают много действий Но у них не получается Какие-то Какие-то сверхрезультаты Вот на уровне Бриллиантового директора Я создала этот тест И во-первых Тестировала его сама Понять Понять Потому что я финансист Я финансист-аналитик И это благодаря Арифлэм Я научилась болтать Но Этот тест У меня каждый квартал Я рекомендую его проводить Чтобы понимать Что я делаю так Что не делаю так И была с этим тестом Очень интересная история Я выступала Я рассказала его Наталье Гришаевой Это руководитель нашего филиала Она говорит Ирина Вот у нас будет бриллиантовая Ой Конференция Конференция на лайнере Да У нас мы собираем Самых быстрорастущих Лидеров в России Ну как бы Я в состав входила Вот И надо между собой Чек провести Рассказать свой тест Я такая Да А кто там будет Да только там Все свои Это точно никого же не будет Она знает Психологически Знает Что я очень Борезливая Пугливая Вообще Что выступать Для меня это истерика Это мне надо стишок Учить год И она об этом знает Что я не смогу Ну ладно И я помню В тот момент Когда Этот тот день Она это между прочим Так мне сказала Как бы Это все так Между собой Будет за столь Постим А кстати Наталья Гришаева Вот это Тот лидер Который помог Мне понять Как объединять команды Это тот Руководитель филиала Вообще Скажем так Как даже объяснить Что Человек На который вы хотите равняться Человек Который вдохновляет вас Когда я с ней познакомилась Я помню Это было на уровне директора Какое-то мероприятие По-моему Горном Алтай Да Горном Алтай Проходило Она После всех мероприятий Вечером она подходит Это около 12 ночи Говорит Ирина Сделай так Чтобы никто Из команды Не разошелся Чтобы все лидеры Остались Говорит У меня температура У меня температура 38 Я заболела Ира Ну пожалуйста В 12 ночи Руководитель филиала Сотрудник Который Который Вот за это Дальше Не платит Говорит Ира Забери Занимаешь Дальше Не помогла В становление Все Что последние минуты Там буквально Мира Наши Наши Блин, я встряла. Боже мой, я встряла с полумокрыми волосами. Мне сейчас перед руководством преподносить, рассказывать этот тест, и я выступаю одна. У меня была истерика. У меня реальная была истерика. Так, у меня инстаграм, просто загуглите меня в инстаграме. Я смотрю, что, что, что. Я не читаю, ребята, я не читаю сторис. Я потом отвечу вам. Вот, в общем, это тест. Он, тест, произвел настолько хорошее впечатление от руководства, что потом руководить, даже Еспер Мартисон, МАЦ, по-моему, что она была, они попросили на флешку его скинуть. Они говорят, вообще это классно, это бомба. По этому тесту можно все, тестировать всех. И для меня это было самое большое признание, что руководство попросило его скинуть на флешку. Представляете, да, то, что вот, ну, я придумала. Вот, итак, поехали. Что вам нужно сейчас будет? Подготовьтесь. Что вам нужно сейчас будет? Я расскажу следующее. Вам нужно сейчас будет достать листочек и калькулятор, потому что мы с вами будем читать. И насколько правдиво вы оцените себя, настолько вы поймете, что нужно делать. Потому что после марафона, перед марафоном вы получили множество информации. Вам нужен четкий план, что вам нужно делать, куда направить свои усилия. И распределить. Понимаете, вам нужно, чтобы вот это вот количество пазлов, вот он пазлов, да, вот высыпьте эти все пазлы. Вот столько информации вы знаете. Чтобы эти пазлы между собой сложить. Вы готовы? Пока остальные готовятся и приготовят себе листочек, и будут записывать, да, фишки. С чем закончилось? После мероприятия, после того, как вот я презентовала свой тест, нас потом пригласили на ужин вместе. И мы, понимаете, вот с руководителями компаниями Reflame, мы просто сидели за одним столом. И рядышком сидел со мной за столом. Магнус! Представляете, рядышком Магнус! Рядышком все руководство. Поэтому говорю, что такое компания Reflame? Да вы пусть хоть из маленькой же покряковки, если у вас горящие глаза вы делаете, достигаете, нет ничего возможного сидеть с президентом за одним столом и кушать, рассказывать. Я ему рассказывала тоже много, что нужно, что интересного, хотели. И они, ребята, они все были записными книжками. И все вот эти фишечки, которые мы проговаривали, что нужно в Reflame изменить, какие-то идеи они записывали, это, конечно, большого стоит. Наше руководство, наше руководство слушает нас. Оно всегда делает обратную связь. И оно дает такие акции, которые мы хотим с вами. И это вы должны знать. Благодарю, что вы написали, что вы готовы. Вот. 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 Что нужно так? Смотрите. Вам нужно от 1 до 12 написать. Вот как раз у нас часик на этот тест. Потому что к тому я расскажу еще информацию. Расписали до 12. Пишем я. Мои бизнес-партнеры. Средняя оценка. Потому что даже если вы будете 10, Бэтмен, в каком-то пункте молодцы, если ваши бизнес-партнеры, ближайшая ваша команда это не делает, то ваша средняя оценка, это знаете, как средний показатель по больнице. У кого-то там 0 труп умер, у кого-то 37,7 или 39. В среднем все здоровы, 37. Ну, чтобы вы понимали. Надо понимать, что, где, как. Либо это у вас замечательно, хорошо, но у вас бизнес-показатель у ваших партнеров. Так. Минутку у меня. Завершить. Минуточку. Завершить. Прямой эфир. Сохранить. Я сейчас сохраню. Минуточку. Дальше вам надо будет суммировать все показатели, поделить на 12, умножить на 10. Нам надо средний коэффициент найти. Сохраняется сейчас. Зрители мои. Так. Первый сейчас перелистну. Крупнее можно? Крупнее не надо, вы поймете, что нужно. Поделиться. Сейчас еще раз запущу прямой эфир, потому что там у меня много людей смотрят. И не все могут зайти. Так. Проверка соединения. Все в прямом эфире. Hello, everyone. Итак, первое. Наверняка вы практически от всех топ-лидеров слышали от лидеров, да, что нужно обязательно поработать со своими мечтами. Если ты не понимаешь, зачем тебе, в принципе, не сделаешь, не дойдешь до своей мечты. Нужно. Что у вас должно быть? У вас должно не менее 100 мечт в письменном виде во всех сферах жизни. Я не буду сейчас говорить об этом. У вас должен быть калаш мечты. У вас должна быть ревизия мечт минимум один раз в квартал. Верните слайд, пожалуйста. Вот, формулу. Нет, нет, все это мы еще раз поговорим, девчонки, мальчишки. Ребята, все поговорим. Я просто принцип вам хотела показать, чтобы вы расчертили. Вот, что важно. Вот, первое, вам нужно оценить за себя и за своих партнеров. Если у вас это нет, значит, нужно включить в обучение, в команде. То есть, у вас должно быть прописано 100 мечт в письменном виде во всех сферах жизни. У вас должен быть калаш мечты нарисован. Ребята, если показать мой калашик, вот реально, я просто перестанавливала компьютер, не могла его найти. Он весь сбылся. То, что я нарисовала, что какие вкладочки, да, и вы увидите на всех вебинарах у каждого топ-лидера, что эти, ребят, эти калаши, они работают. Вот, любое, что бы вы ни придумали, это работает. Как? Не знаю. Плюс ревизия мечт минимум один раз в квартал. То есть, вы смотрите, дополняете. То есть, если вот у меня есть книжечка, да, туда я вспомнила, что-то захотела, записала. Купить что-то захотела. Фигнюшечку какую-то, да, там что-то, да. Записала, записала, записала. Калаш у меня был, это на, просто на, в пауэрпойнте я наляпала картинки, вот так вот, которые мне понравились, все. И вот у меня была фотография моего калаша. Просто у меня столько фотографий, что на моем компьютере все. Я человек хаос, человек вот такой вот, хаос, поэтому у меня где это находится, я даже не знаю. Вот. Вот посмотрите у себя, а также проверьте, у ваших бизнес-партнеров это есть? Нет, я его не распечатывала, у меня он просто висел на рабочем столе. Потому что я не могу с альбомов найти те картинки, которые мне нравятся. Кстати, надо было распечатать, я просто к тому, что я сейчас хочу. Вот, например, сейчас у меня калаш мечты старый. У меня он есть, я в прошлом году делала его, но я хочу же, у меня новые появились мечты, новый фокус и уже кое-что оценилось. Какую оценку ставить? Вот как вы считаете, насколько, вот давайте, насколько у вас, это первая цифра будет, а насколько у ваших партнеров, это вторая. Вот 10 баллов вы ставите только тогда, что если у вас есть 100 мечт, есть калаш, и вы делаете ревизию минимум раз в квартал. Вот я скажу, здесь у меня где-то пятерочка. Почему? Потому что у меня мечты есть, но их уже не 100. Потому что большую часть исполнить я не записала. Потому что, в принципе, я не успеваю, понимаете, вот когда у вас есть деньги, вот только вы что-нибудь у вас замечтали, а вы тут же пошли купили. Новый год, ой, чего дарить друг другу перед Новым годом? Мы вообще ничего друг другу с мужем не дарили. Почему? Потому что в любой момент, вот мы идем, захотели, купили. Пошли, вот с брелой лежим в кровати. А давай вот это, тут же пошли в интернет, бац, доставка на дом. А давай поехали туда, поехали туда. А давай завтра в кино сходим. Пошли в кино. Ну, понимаете, вот, а давай вот это поменяем. А давай вот это купим мебель. Понимаете, вы уже не пишете эти мечты, да? Может быть, опять же таки, в чем моя проблема, да? Вы видите, на тот момент, вот этот тест действует на сегодня. Не на вашу вчера, а на сегодня, понимаете? Поэтому вот я пятерку себе ставлю. Также, например, я даже двоечку поставлю за то, что я уверена, что не у каждого моего партнера есть 100 мечт, есть этот коллаж и ревизия мечт. Поэтому, уважаемая моя команда, партнеры, директора, пожалуйста, напишите, что нам обязательно нужно провести вебинар по коллажу мечты и проверить провизию. То есть, вы понимаете, да, о чем? Вы сейчас анализируйте, что у вас есть, что у вас нет. Лила, надо мне с вами весь этот тестик пройти, чтобы я сама понимала свою эффективность и что мне нужно, чтобы время я не тратила. Так, себе ставлю пятерочку, партнерам, ну, три, наверное, я не уверена, что у всех есть. Я знаю, что у Кати Филиппова, у команды, которая одна из самых быстрорастущих моих команд, вот, она с маленьким грудным ребеночком, в общем, она в этом, она закрыла за эти два года, закрыла директора, нет, директора, да, это был старшего директора, золотого, и старшего золотого директора она уже четыре каталога делает. Это просто, это просто космос. Вот, я знаю, что в их команде это есть, этот тренинг. Так, вот следующий момент, это оцените степень страсти вашего главного желания, которое поможет осуществить Арифлей. Понимаете, степень страсти, я всегда говорю, это равноценный, вот, критерий, это как сходить в туалет. Ну, я хочу в туалет, ну да, ну да, хочу. Ну, хочу я стать, там, исполнительным директором. Ну, ну да, в принципе, хочу, хочу. Ой, там где моя чашечка кофе, там, и так далее, да? Не важно, да? То есть, насколько вы хотите, насколько хотите. Есть, понимаете, если вы хотите, как сильно в туалет, что, блин, вы уже ищете, какой курс там, в какой курс, или там, так, я не могу, там, где ближайший торговый центр, побежали туда, там закрыто, там очередь, на второй, на третий этаж, поймите, насколько сильно вы хотите. Понимаете, если идет закрытие каталога, и вы принимаете решение в последний день каталога, что вы открываете квалификацию директора, а у вас его 5000 баллов, да вы найдете 2500 баллов, потому что вы так хотите, что вас будут прижимать. Вы начинаете работать, вы начинаете обзванивать свою структуру. Вы начинаете, вот, девчонки, по 10 наборов на выч продавали. 10 наборов на выч продавали за 4 часа. Как? Они садились и тупо обзванивали. Вопрос, вы что, до этого не могли обзвонить? Вы что, не знаете, что у нас есть продукция на выч, что наборы? Да сколько было в чатах, вы видели? По 2000 баллов делали, потому что приняли решение. Я хочу, у меня ограниченное все, у меня уже вот так вот, уже времени не хватает, и вы начинаете делать работать. То есть, пока у вас не будет принятого решения, такого сильного, и насколько сильно вы захотите, ну вот, оцените, насколько вы хотите ту мечту, которую вы под Новый год себе заказали, загадали у вас. А второй момент, то же самое, вот у меня степень страсти, да, вот какая, да, особенно, когда вы попадаете в зону комфорта. А вторая, а у ваших бизнес-партнеров как? Может быть, вы эгегей, а ваши бизнес-партнеры еще пока там не могут отойти от новогодних салатиков, и у них вообще другие цели, ценности и вообще. То есть, нужно, наверное, поработать с их мечтами и понять, какая мечта их зажгет. Понимаете? Вот тогда вы поймете, если у них такая же, если вот, у меня многие мои бизнес-партнеры, директора говорят, что я повлияла на степень открытия, ну, уровня, когда я звонила, говорю, все. И я начала рисовать картинку, что она открывает звание директора. Все. Я принимаю решение сама за моего партнера, что все, сегодня мы открываем звание директора. Все. Да там что-то. И говорят, мы открываем, давай сядем, подумаем, сколько кому не хватает, давай подумаем, кому позвонить, давай, все, человек понимает, что он, да, он становится на моем уровне, у меня желание, чтобы он стал директором, у него желание станет директором. Мы так хотим, что мы начинаем вам звание всю структуру, и уля, вуаля, все решено. Понимаете? Здесь оцените, пожалуйста, за себя, за команду, за своих партнеров. И общее среднее. Тут же вы найдите циферку среднюю. Потому что если у них 0, а у вас 10, среднее будет 5. Понятно? Дальше. Сколько часов в месяц вы работаете? Обязательно посчитайте. Да, да, правильно, Татьяна, вы плюс мои бизнес-партнеры поделить на 2. Все верно, да. Сколько месяц часов вы работаете? Подумайте, сколько вы часов работаете в неделю и помножьте на месяц. То есть мне нужно, чтобы вы выявили, что сколько часов в месяц вы работаете. Это очень сложно посчитать, но я очень вас прошу сейчас реально это сделать. Сколько бизнес-партнеров, Олечка? Как знать, сколько партнеров работают? А вы, если вы с ними планерки проводите, если вы с ними созваниваетесь, то вы примерно можете предположить, сколько часов, 2 часа они работают, час. Просмотр семинаров, вебинаров, сериалов, это не считается. Работа, давайте подумаем, что такое работа. Работа это пленерка, обзволь структуры, раздача каталогов и это рекрутинг. Если они это не делают, не работают, то они не работают. Просмотр чатов, чтение всего, это когда вы получаете высшее образование. Вы когда высшее образование получали, вы... Вам за это платили? Вам за это платили, когда вы получали высшее образование, колледж какой-то? Нет. Вы сами за это платили. Давайте не будем разделять ваше обучение и работу. Работа это тогда, только те часы, когда вы, а, рекрутируете, б, раздаете каталоги, третье, да, прозваниваете свою структуру, там, что вы делаете? Вы проводите пленерки, проводите вебинары, готовитесь к вебинарам. Вот это работа. Все остальное подготовка. И ваше обучение, это, извините, ваше высшее образование, которому вы должны до этого были научиться, либо вы совмещаете. То есть, как бы заочное образование получаете, понимаете? Вот вы на основной работе работаете 8 часов, а дополнительно вы получаете заочное образование где-то, да, чтобы у вас был диплом, чтобы вы его куда-нибудь повесили, да? Ну, вы понимаете, да, о чем речь? Итак, вот кто сейчас может посчитать, сколько часов в неделю он работает? Например, по факту вы работаете 5 часов, все остальное там чтят, и там фигня, вот это какая-то там чтение Инстаграма, или стане странистом, или 4 часа. Да, вот посчитайте реально, сколько вы работаете каждый день умножить. Кто-то работает 5 дней в неделю, а кто-то 7 дней. У меня, например, нету такого понятия. Ну как, сейчас у меня есть суббота, воскресенье, выходной день, когда я работаю примерно 2-3 часа в эти дни. Вот, а раньше у меня их не было вообще. То есть, вот, смотрите, вот видите, 112 часов, 147, 50. Сколько в месяц? Олечка, ну вот, опять же-таки, вопрос на засылку. А попробуйте сами ответить на этот вопрос. Если у вас один человек в команде, как считать среднее? Подумайте сами, да, как бы, покрятишки. Девочки, все условно, все условно, все условно. Вот смотрите, у кого-то 117, у кого-то 124, у кого-то 10500 часов в месяц. Девочки, 10500 часов в месяц делим на 30 дней. Это означает, что у него 35 часов в сутки. Вот это лишний нолик. Так, ребята, все образно ставьте. Если у вас 168 часов, это 10 баллов. Если у вас 50 часов, то это там 2-3 балла. Ну подумайте сами. Это я, главное, мне, чтобы вы поняли суть. Суть вот этого всего. Примерная оценка, примерная шкала. Да, да. Инстаграм, наверное, не поймет, потому что я другой чатик еще говорю. А, вот, видно, уже 110 часов. Ну, вы меня понимаете, да, вот подумайте, да, что такое работа. Следующее у нас это планирование. Как я люблю планирование, да я же финансист. Я могу все распланировать, а потом кинуть это планирование и нифига не делаю, потому что я человек хаоса. Если бы у меня не было планирования, и когда у меня нет планирования, этот день проходит зря. Реально. Потому что я открываю чат, и я понимаю, что после этого чата у кого-то проблемы, у кого-то какие-то, кому-то сопли потерло, как где-то сама поплакалась в жилетку, потому что жизнь хреновая, тяжелая. У кого-то баночка помялась, надо вебинар подготовить. Ой, там какой-то интересный вебинар, какая-то смешинка пошла. Ой, какой-то там фишечка пошла. Здесь я просто потрепалась. А вот и 8 часов прошло. Как они прошли? Я понимаю в конце, что в принципе я не работала. Потому что что такое работа? Давайте поговорим, что такое работа. Когда вы раздаете каталоги для того, чтобы создать товарооборот, или найти новых клиентов для того, чтобы они потом были в вашей команде. Второе, вы рекрутируете. Третий тип, проводите планировки. Что такое работа? Понимаете? Работа создания видимости работы. И реальная работа. Чтобы вы понимали, это разное. Что, давайте еще раз, 10 баллов вы ставите только тогда, а еще потом в конце подкорректировать. Есть у вас есть. Ежедневное планирование, это значит, что у вас есть, вот что вы должны сегодня сделать. У вас есть график активности, и вы каждый день делаете отчет лидера команды. Я вам честно скажу, что вот когда я стала старшим и золотым директором, я еще, наверное, два года не могла, не знала. Вот что бы я ни делала, у меня 3-4 команды на 18% они растут. Ну что я делаю не так? Ну что-то не то. Вот у меня постоянно вопросы. Наталья Гришаевна мне сказала, Ирина, давай договоримся так, что с сегодняшнего дня, 90 дней, ты будешь каждый день мне писать, что ты сегодня делала, сколько времени заняла и сколько часов в итоге поработала. Ровно 90 дней. Да, я тебе не буду каждый день отвечать, потому что я занята, у меня своя работа. Ну я периодически раз в несколько дней буду смотреть, что ты делала. И мы будем анализировать, что ты делаешь, куда ты тратишь время. И когда я каждый день начала, Наталья Гришаева, в течение квартала писать, что я делаю, и я поняла, куда я трачу время. Насколько не то я делаю, не тем партнерам посвящала времени. Ну мы анализировали, когда у вас есть, что вы делаете, вы понимаете, что вы делаете так, что вы делаете не так. Куда вы тратите время, куда ресурс главный, это время. Понимаете, о чем я? Вот 10 баллов только ставят тем, у кого есть ежедневное планирование, график активности, отчет лидеру команде. Напишите, пожалуйста, хотя бы сами себя. Оцените, пожалуйста. Вот, например, у меня есть ежедневное планирование, я сейчас делаю, у меня есть график активности, который прописан на год вперед, у меня программка есть, у меня телефон сейчас на сториз, вот здесь автоматически прописан каждый каталог, например, первая неделя каталога, когда у меня открытие, мне нужно сделать это, мне нужно разослать то-то, во вторник у меня подготовка к итогам каталога, в среду я начинаю записывать, мне приходит заказ, у меня видео, делаю видеозаказ, снимаю запись, после этого у меня занимает целый день, на следующий целый день я должна монтировать видеоролик. Ребята, вот один обзор заказа, который вы видите, у меня снимает 2,5 дня, или 2 дня, один день съемка, второй день это монтаж видео, склеивание, чтобы вам было это по секунду, чтобы вам было интересно, весело, и там тысячу дублей, просто тысячу дублей, которые я зарезаю, вот и все. Отчет лидера, опять же таки, понятно, да? Да программа обычно календарь, которая есть абсолютно у всех, там настраиваться одно и то же, там как повторить каждые 3 недели, там еще какое-то, мне нужно разместить заказ, сейчас я вам покажу. Смотрите, как делается вот такой график активности, кто знаком с графиком активности? Вот он так выглядит, когда у вас 3 недели перед глазами, и вы распределяете, в какой день недели вы что должны делать, да? Вы стратегически понимаете, когда нужно пойти клиентам, когда забрать, когда провести планерку, когда провести какой-то вебинар, когда у вас стоит какой-то вебинар, когда вам нужно повестить команду, чтобы люди пришли на этот вебинар. У вас должно быть все перед глазами, четкая система. А теперь сделайте все скрин, пожалуйста. Смотрите, как его создать, у кого нет, да? Например, вы распределяете личное рекрутирование, когда вы в какое время занимаетесь, когда пост статус вам нужно для прокачки личного бренда, например, каждый день, когда вы проводите презентацию возможности Арифлей. Следующее, ну, то есть это рекрутинг, да, идет, вам надо провести. Второе, планерка с лидером, планерка с бизнес-партнером, в какой день планерка с новичком, когда прокачка статусов новичков, когда вы делаете обзвон структуры, когда рассылка писем СМС вам нужна, напомните о вебинаре, контроль баллов поздравления, слайды новых уровней, да, то есть вы примерно понимаете, где вы сами распределяете, да. Дальше, у вас каждый каталог размещения заказа, раздача каталога, ну, есть кто раздает, кто на личном потреблении, велос, тренировка, пэк, коктейль, да, сначала вы себе прописываете, что с утра надо там планочку, там что-то сделать. Дальше, когда стабильно красно, это вебинары, когда в какой день, обучение по рекрутингу, планирование на каталог, просмотр какого-то видео, итог, анализ дня сделать обязательно, инфлист, чат, планерка, почта, например, каждое утро я начинаю с инфлиста и разношу по баллам, сколько команда сделала, какая вы, создаёте какое-то обучение, либо, например, мне надо на командный сайт что-то разместить, где-то записать видео, подготовка, какой-то, например, обзор на рене каталога, инфлист, напомнить моим лидерам, чтобы они в конце каталога скинули инфлист. Мне почему? Потому что я за всю структуру собираю инфлисты, а потом делаю рейтинги, заполнить таблицы по итогам каталога там и так далее, да? Вот. Вот это я распланировала, что мне нужно сделать, чек-лист. А потом вы просто верните следующий лист. Это всё просто, это просто три недели вы разлиновали, и вы записали, сколько вы часов работаете, в какое время, ещё сюда вставляете, что, например, вы ведёте ребёнка куда-то, там какие-то у вас мероприятия, семейные дела, там в гости пошли к друзьям, то есть в это время вы не можете, да, делать что-то, или наоборот, там вечером, там где-то когда-то книжку нужно почитать. Вы планируете, это ваша фишка. Окей? И ещё одну, покажу картиночку, точно такую же. Сто процентный, 90 дней, да, если вы получаете 90 дней, вы получаете какой-то результат. Здесь фотография, гарантированный результат до и после. Такой мужчина, и если вы подумаете, если вы подумаете, что вам нужен этот график, и если вы его не сделаете, вы получите гарантированный тот же результат, который вы до этого получали. Ребята, если вы не планируете, если вы не понимаете, что нужно убрать из своего времени, вы получите тот же результат, который у вас до этого был. Вам нужно сейчас проанализировать, куда вы, на что вы тратите время, на что вы работаете следующий пятый пункт все все оценили насколько у вас давайте еще раз вернемся к четвертому пункту 10 баллов вы себе ставите есть у вас есть ежедневное планирование причем ежедневное планирование вы можете сэкономить час своего времени если это планирование напишите если у вас будет планчик да вот например у меня 9 10 до год у меня он есть что я должна сделать накануне вечером если вы вечером написали то вы открываете его план и вы не смотря чат и вы пошли выполнять вам надо вот это вот это вот это вот это сделать если вы начали сделать с утра планирование тогда вы потратили время вот и то есть вы сэкономите целый час если займете вечером 5-10 минут что вам нужно сделать на завтра понятно график активности и отчет лидеру команде если вы хотите расти пишите лидеру директору топ лидеру 90 дней какая программа это программа excel когда вы просто растянули табличку вот и в экселе у меня например такой график активности есть просто в экселе онлайн экселе у меня вообще есть раньше я excel вела в таблице себе google таблицы у меня были ну как на компьютере то сейчас у меня все таблицы онлайн потому что я могу из любого гаджета выйти даже есть у меня а комп что-то случится с компом я могу всегда через почту куда-то выйти онлайн у меня всегда он сохранен из любого компьютера это у меня мой график активности он висит второе это просто любое вот нового приложения у вас есть календарь воткнуть и календарь и он вам предложит что в календаре вы можете запрограммировать себе напоминание какие-то события всего вот третий вот например я ежедневник себе купила специально такой чтобы у меня например вот смотрите вот чтобы вот такая вот еще напоминалочка была вот чтобы я туда просто я успел вписать там у нас когда вот например сегодня 10 числа топ вебинар я еду в каневскую то есть мне это важно чтобы я просто понимал такие глобальные да где-то не пропустить какие-то там ногти мне нужно не успеть я потому что забываю когда месяц назад записалась сразу на ногти и вот ну чтобы не забыть себе поставила потому что не всегда забываю последний день я вспоминаю что у меня что-то там надо сделать и вот мы 18 вылетаем в австралию да ну а дальше а дальше мы в австралии поэтому я здесь не прописываю вот оцените пожалуйста сейчас как ваше планирование находится как вы эффективно распоряжать и своим времени вот прям сейчас пожалуйста напишите циферки напишите пожалуйста вот честно как у вас планированием вот честно про партнера давайте пока не будем давайте про себя на нуле у кого-то вот молодцы циферки 2 2 2 20 процентов вы смотрите у вас 20 значит у вас 2 2 балла значит 20 процентов вашей эффективности 3 балла значит 30 процентов вашей эффективности идет то что вы делаете так трен-дэ-дэ-дэ-дэ-дэ так так теперь вот очень люблю этот пункт баланс между обучением и реальными действиями а люблю вот смотрите у вас например 50 процентов вы обучаетесь времени и 50 процентов действуете ли у вас вы 25 процентов обучаетесь много работаете работаете фиг знает что вы там ничего не знаете но главное рекрутируйте рекрутируйте либо вы только обучаетесь ходите все вебинары о бриллиантовый следующий бриллиантовый марафон то там пол голоса вы сейчас вебинар блин надо на него сходить ой сейчас у нас еще командный вебинар надо мне знать быть умной а сколько вы в этот день порекрутировали а сколько вы обзвонили свою структуру а сколько планиров вы провели а кому вы показали каталог вот давайте подумаем давайте сейчас теперь оценим вы оцениваете себя 10 баллов только тогда когда ага я здесь не сделала когда у вас 25 процентов обучения это ваша заочная работа заочное обучение а 75 процентов действия это хорошо когда вы учитесь надо каждый день получать информацию а вы знаете есть быстрорастущие лидеры которые за три месяца становятся директорами а есть вечные учащиеся прошедшие все курсы и записавшиеся на след на все оставшиеся которые даже еще не умеют проводить презентацию возможности арифлейм на хрена учиться чему еще можно все курсы по рекрутингу прошли но не отправили три сообщения ой блин меня никто не работает пойду я еще один вебинар посмотрю как люди рекрутируют а не знают какой то секрет 10 сообщений от правил не работать пошла дальше обучаться какой-то секрет надо узнать у них вот у них рекрутинга идиота у меня нету рекрутинга они секрет знают а это команда сейчас пройдет пойду я пересмотрим все обучение как они работают они точно знают какой секрет роста А другие просто вообще ничего не понимают, делают ошибки, но каждый день по 65 страниц и шпарят, шпарят, они спамеры, я не хочу быть спамером, я буду умной, и у меня будет самая красивая брендированная страница в Reflame. Я пойду узнаю, как делать копиратинг, пойду запишусь на курсы. Но вы меня понимаете, о чем я, так вот подумайте, десятку себе поставьте, как у вас проходит. 50 на 50, это вы умный, но бедный, а если вы еще дальше, ребята, еще. Вот знаете, когда вы учитесь, вот кто просто умный, кто здесь умный и который на память все воспринимает. Вот на память, вот если вы напишите мне 15 фраз, которые, например, 2 дня назад кто выступал, у нас был тот бриллиантовый марафон, вы вспомните хотя бы фамилию лидера, кто выступал 3 дня назад. Вы запомните, вы поменяете местами. Вот у меня, например, моя тетрадочка, да, вот по обучению. Как стать бриллиантовым директором миллионера Марифлейм? Это означает, что если вы что-то изучаете, вы делаете конспект. Вот эта моя тетрадка, я даже не помню, какой год назад это была тетрадка, о, 2006 год, это вот один из конспектов. А у меня еще там целая полочка конспектов. Девочки, вот даже вы не знаете, то ли Гандутина, то ли Иншина, Иншина, вы были ребята. Вот, вот, если вы учитесь, кто, честно скажите, кто каждый, после каждого вебинара оставляет, после этого кто подводит итог? Вы, вот, вы послушали, да, и вы записали, вот, после каждого вебинара, после каждого прощенной книги у вас должен быть итог. Было все супер хорошо, но какие выводы я сделал? Первое, нужно сделать вот это, второе нужно сделать вот это, третье нужно сделать вот это, четвертое нужно сделать вот это, да, пятое. Помимо всех цитат, вам нужно подвести итог. Какой кладезь знаний вы приобрели с каждого вебинара? Потому что, вау, 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 это хорошо, но через неделю вы забудете, было хорошо, круто, но что конкретно вы сделаете, чтобы повлиять на ваш результат? Хорошо? Вот, так, так, смотрю, тайминг, чтобы было 2 часа 30 минут, угу, а у меня еще, еще, еще много для вас лайтов. Шестое, личный товарооборот, вот это тоже очень важно. С чего нам платит компания? За перепись населения? Помните, я вам рассказывал, у меня было 100 регистраций, люди пришли, ушли. Еще 100 человек до вас, пришли, ушли. С чего нам платит компания? С товарооборота. 10 баллов вы можете себе поставить только в том случае, если у вас лично, личное потребление. Вы пэк плюс коктейль, муж пэк плюс коктейль, дети, омега, витамины и ежедневный уход с на бэдж. Ну, это как бы, вы себя понимаете, насколько вы, я бренд для себя. Не для инстаграма, вот, инстаграма, да, ой, да вы красивый, а вот вы для себя, для вашего здоровья, начните с себя, да, вот насколько у вас идет. Дальше. Второе, второй этот же показатель будет, если у вас 30% велос по структуре, если средний заказ вашей структуры 100 баллов, ну, мы стремимся, чтобы личный заказ был от 250 в структуре, да, вы каждый каталог, неважно, лично сами, либо позвонили консультанту, рассказали, но вы продали один набор на вэдж, и вы находите либо сами из клиентов, либо в глубине в структуре, вы общаетесь и находите на подписку wellness, чтобы человек подписался на витаминки, на коктейль. Вот подумайте в целом, как проходит личный товарооборот у вас, ну, 150 баллов это не в счет, ну, а как у ваших партнеров в целом глубоко, да, чтобы вы понимали, что действительно товарооборот прокачивается. Вот подумайте об этом, мы вернемся еще к этому слайду, потому что вот насчет, когда я поняла, вот помните, я вам говорила, для того, чтобы, и почему я не расту, офиса нет, зачем мне нужен офис, ага, надо вот это вот, сделал, открыл офис, потом, ааа, зачем мне нужен сайт, я начала делать, потом, ааа, зачем мне нужно работать в интернете, зачем мне нужно, понимаете, когда вы задаете себе вопрос, зачем, то вы потом найдете ответы, как, вот, и вот как можно быстро выйти на уровень директора, я вот эту табличку показываю, вы можете пригласить 150 человек, давайте так, внизу посмотрю, вы можете пригласить 100 человек, всего 100 человек, если средний заказ будет 50 баллов, вы заработаете 12 тысяч рублей, если те же 100 человек, вы объясните им, влюбите в продукцию, размеся заказ на 100 баллов, вы получите 10 тысяч баллов, и у вас будет доход 30 тысяч рублей, если средний балл по структуре будет все те же 100 человек, 150 баллов, вы достучитесь, то вы будете получить доход 60 тысяч, пропуская, ну, если идеал будет там, ну, 250 баллов, средний балл со всеми вашими, там, 100 человек, то ваш доход будет 100 тысяч, 100 человек, ваш доход либо 12, либо 100 промежуточный, вы понимаете? Вот посмотрите эту табличку, кто понимает эту табличку? Ребята, как вы думаете, почему на своем YouTube канале я все время говорю о продукции? Потому что 100 человек, которые нарекрутируют моя команда, я могу обучить, влюбить в продукцию так, чтобы у них средний балл был не 50, а 250 или хотя бы 100, понимаете? И что такое команда? В каждой команде должен кто-то, кто-то хорошо супер рассказывает презентацию, кто-то еще что-то, я выбрала то, что мне нравится, мне нравится быть визажистом, показывать красоту, поэтому я делаю, почему у тебя нет бизнеса и того, просто физически, ребята, я не успеваю, нужно чем-то жертвовать. Вот в этом году у меня был лозунг стать лучшим официальным обозревательным, блин, я им стала, ну, нахрена, ну, да, стало хорошо, это здорово, но зато я провела мало презентаций, я уделила мало времени своей команде, да, на всем было хорошо, но я, понимаете, всегда дилемма, либо вы делаете это, либо вы делаете это, либо зачем вы это делаете? Прежде всего нужно понять, зачем вы это делаете? Я это делаю для того, чтобы влюбить в продукцию, потому что человек, который влюблен в продукцию, он останется с вами на многие годы, а если вы просто будете рекрутировать, но не обучать продукции, эти люди уйдут, потому что... А вы слышали, что в интернете предлагают бизнес в сетевом? У всех есть бизнес, у всех есть, понимаете, сколько мы все, да каждый третий уже бизнес этот предлагает, а пустой бизнес без продукции? Они пришли по бизнесу, попробовали, там, вот, у меня девочка побежала, там, в НЛ, я в НЛ, я в НЛ, в НЛ. Я говорю, а это подруга? Я говорю, давай по чесноку. Вот если бы не бизнес НЛ, ты бы покупала ее продукцию? Она такая, нет, я говорю, а что, шампунь за 600 рублей, чего мне покупать? Нормально, нормально. Вот давай кинем, вот ты не консультант, да, там, не в НЛ, да, ну вот, просто покупай, будь потребителем. Будешь? Год, два, а 15 лет? Нет. Так вот, самая фишка главная в том, что в компании Reflame, все статистику знают, где-то 85% дисконтных потребителей, да и нахрен ваш бизнес не сдался, да вообще он им не нужен. Наши консультанты, клиенты, они любят продукцию Reflame, понимаете, без ваших всех, ваших этих бизнесов. Вот это главное, это стабильность. Почему компании 50 лет? Потому что она делает качественную продукцию, которая ее любит. А теперь я с вами поделюсь одну фишку, фишка, и вы должны взять калькулятор. Вы просто обалдеете, почему нужно любить ваших консультантов и доводить продукцию. Вот смотрите. Так, нет. Все калькуляторы, вот берите, кто первый посчитает. Допустим, наша задача каждого клиента превратить в VIP-клиента, чтобы он делал заказы на 150 баллов. Либо он там себе это берет, плюс у него там 2-3 подружки делают на один номер, либо он продает, не важно, 150 баллов. Вот у меня, например, есть клиенты, я в компании Reflame 16 лет. Ну, скажем так, у меня есть клиенты, вот прям, вот я могу прям по спискам их, которые 15 лет в компании. Которые вот вообще пофиг им о Reflame. Вот они, вот вечно 9-процентник. Ну, вот как бы 150, и он не рекрутирует, но он любит продукцию компании Reflame. Потому что когда-то я провела. Вот смотрите, 150 баллов, средний балл стоит 32 рубля. Почему 13%? Вот смотри, я директор, грубо говоря, 22%, а подо мной вот этот вот средненький 9-процентник, и я получаю разницу 22% минус 9 равно 13. У нас будут клиенты, которые там, например, в первом уровне зарегистрированы, а есть эти клиенты, которые уже в структуре 22-процентной ветки. Ну, и так, знаете, чтобы взять среднее, скажем так, среднее значение, взяла 9-процентник. Вот, и умножьте это на 17 каталогов. Вот смотрите, ребята, подумайте, один клиент, которого вы влюбили в продукцию, которому объяснили, как ей пользоваться правильно, они получили эффект, и в год один человек, один клиент, обученный, потом без вас, принесет вам доход 10 тысяч рублей. Ребята, вдумайтесь, один обученный клиент, влюбленный в косметику, и начинает правильно использовать, у вас доход 10 тысяч. Знаете, почему? Ребята, почему приходит к нам много новичков, но на третий каталог, на четвертый каталог они растворяются? Знаете, почему происходит? Потому что они заказали фигню не ту. Они заказали, что им говоришь одно, они заказали другое. Они заказали в компанию, вот заказ новичка, точилка, бритвенный станок, шарфик и спонжик, или еще какая-нибудь, это новичок заказывает то, что вы никогда не закажете. Я не знаю, откуда они эту продукцию находят вообще. Или они получили, намазали, у них ничего не получилось. Либо, вот понимаете, у меня даже есть тест по уходу за лицом, когда та же серия, те же баночки, либо вы этой же серии можете увеличить эффективность применяемых средств в 2 раза, либо сделать преждевременное старение. Там 10 вопросов. Я разбираю где-то полтора часа. Недавно вот в Аферском провели мы. У одной 14% эффективности уходу, у другой 26% эффективности по уходу. Я математик, финансист. У какой там 36% максимально? Ребята, серия, одна, крема, одни, баночки, другие. Но они делают преждевременное старение. А потом я еще узнаю одно законно-сощущие средства, она вообще шампунем умывается. Шампунем? Умывает лицо шампунем. А потом говорит Ари Флэм, фигня, почему у нее аллергия? Другую женщину я встречаю, она говорит, фу, блин, я не знаю, я вообще в косметику не верю, все это фигня, вот что бы я ни беру, у меня на все аллергия. Вот аллергия на все. Я говорю, окей. Первый вопрос, а, первый вопрос, вы аллергик? Она говорит, нет. Я говорю, окей, значит, отпадает. Второй, вы умываетесь мылом? Она говорит, откуда ты знаешь? Семен Семенович, если вы мыло лицом, значит, вы нарушаете PH вашей кожи, после этого все любые серии аллергии, это вы сломали иммунитет, это как вы там отрезали вам ногу, сначала она должна отрасти. Ну, нет, неправильно сказала, но вообще вы убили иммунитет, вы остановите иммунитет, потом серия начнет работать, она меня так смотрит. Давайте-ка я вам прогоню через тестик. Ребята, вот вы понимаете, вот в чем фишка. Поэтому, когда человек получает эффект, вот, например, даже я сделала видео, 24 способа применения тканевой маски. У меня есть тест, да? Ой, видео, 24 фишки, да? Когда вы можете одну и ту же маску использовать и получать эффект. Вот поэтому, вот вы знаете, вот как будто мне не хрен делать, да? Вот я сижу и копаюсь в этой продукции. Ребята, я это делаю осознанно. Я это делаю не просто так, потому что все клиенты, наши люди, если они влюбятся, я вам покажу следующую цифру, что вы охренеете. Вот смотрите, это если у вас будет клиент такой год, а у меня есть клиенты, у которых в компании Reflame 15 лет. Смотрите, умножьте на 15. Ребята, умножьте на 15. Один клиент, которого вы влюбили в Reflame, потом вы там ролики, чьи-то ролики дать, все, но он верит этой компании. Вы можете, один клиент может принести порядка 150 тысяч. 10 клиентов, это ваша однокомнатная квартира. Вы меня понимаете? Один клиент 15 лет влюблен в Reflame, допустим, где-то еще покупает другую косметику, но он верит, он получает эффект, понимаете, ребята, да. Спасибо, ну 159 тысяч, да, но вы округлили, там где-то он 100 баллов сделал, где-то 250 под праздники, но это в среднем, ребята. 150 тысяч рублей один клиент за 15 лет. Вы на сколько пришли в компанию Reflame играться, годик два или сколько? 15 лет вы планируете еще жить? Вы жить планируете 15 лет? А кто 20 лет планирует еще жить? Ну, если вы живете, это ваш бизнес Reflame, он вам приносит доход. Поэтому понимаете, почему я играю в обозревателей? Вы думаете, что я просто так менее эффективно отрекрутировать? Я играю в обозревателей, чтобы я была бы очень рада, чтобы кто-то это делал вместо меня. Но пока я не увижу, что... А сейчас вот компания запустила, почему такой проект, что много обозревателей, чтобы мы все влюбляли в красоту, чтобы каждый об одном и том же продукте рассказывал, и как он ему нравился. Хорошо, наш вебинар пойдет, наверное, на третий час потом. Ребята, я вам полезную информацию даю? Потому что сейчас, если раньше мне было тяжело рассказывать, то сейчас мне не заткнуть. Вот. А так же, как Альбина Хапис с Эриком. Я же еще ничего не рассказывала. Вот. Так вот, поэтому я создаю видео, играюсь в продукцию. Поэтому я рассказываю продукцию, потому что 85% дисконтные потребители. Да, я продолжаю рекрутировать, и ко мне приходят люди на дисконт, потому что они не хотят в этот бизнес, который все предлагают, и уже достал он этот бизнес, видео все. Но, видя, что в принципе продукция хорошая, они говорят, блин, да я же был в Арифлейм. Или, ой, ты знаешь, вот я вот много лет была клиентом вот в компании Арифлейм. Ну, давай еще повторю. Ну, ой, слышишь, может быть, и мне еще бизнес попробовать? Дальше. А дальше стратегия какова? Если к вам пришел клиент, ребята, а если вы его влюбили в продукцию, он начал пользоваться. А вы ему говорите, что, ребята, пользование продукции это фигня, а какой здесь бизнес. И каждый день капаете ему. Понимаете, он с вами как минимум еще целый год. А если он вышел под вами в структурку, по нему 9% построить, то он как минимум 2 года не выйдет из вашего Арифлейма. А вот там сколько вы хоть угодно постоянно пиваете, что здесь есть бизнес, компания будет ему кидать акции по рекрутингу и так далее. То есть, понимаете, мы через продукт цепляем человека и оставляем его навсегда. У нас есть проект 5 на 10, когда вы раздаете всего 10 дней по 5 каталогов, вы находите клиентскую базу. Из этих клиентов вы всегда должны найти консультанта, которого подписать. Каталог – это лишь инструмент. Это лишь инструмент найти человека. Вот до уровня директора я вышла на дисконтном потреблении. Я каждый день раздавала каталоги, находила нового клиента и его тут же подписывала. Потому что один грамотный клиент, когда я посчитала в год, может давать мне 10 тысяч рублей. Если я найду просто клиента и продам его тушь, он купит одну тушь и он уйдет. А если он будет в компании Арифлейма, я ему расскажу все фишечки, и это его бизнес. Ты же сама заказывай по каталогу, ты сама себе выбирай. А я люблю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вообще, посмотри мой видеоролик. Все. Он сам себе покупает. Он сам в интернет-магазине. Но один клиент, который делает заказ на 150 баллов, это 10 тысяч вашего дохода. Окей? Договорились? Вот поэтому я играю в обзор обозревателе. Фишка номер два. Какие видеоролики смотрят? Из чего начинать? Вы думаете, нужно быть гением, чтобы делать видеоролики? Нет. Это пипец сколько времени. Это просто много времени. День создания видеоролика, это, ну, почему я скрупулезно это делаю, чтобы было качественно, интересно, чтобы клиенты становились. Это целый день съемок. Это как минимум 3-4. Подготовиться, накраситься, высушиться, платьишко подобрать, какие-то фишечки просмотреть, продукцию. Вы уставший. А потом целый день монтажа. Потому что из вот этих 5 часов какого-то бреда вы наснимали, вам нужно уложиться все это в 15 минут. А еще вам вспомнить какие-то интересные моменты. Почему? Потому что это работает. Ребята, 15 тысяч просмотров, 18 тысяч просмотров, это то, что люди заказали. Если вы говорите отдельно о каком-то продукте, то это не очень сильно интересно. Вот интересно людям посмотреть весь каталог. Причем, когда вы говорите честно о той продукции, которая вам нравится. Поэтому, если вы хотите создавать видеоролики, начните просто делать. Просто обзор своего заказа. И поймите, что в любой программе, даже на телефоне, вы можете обрезать из 5 часов какой-то хрени, которую вы несете, и постоянно забывая состав компонентов, вы посмотрели, сняли, рассказали, посмотрели, сняли, рассказали, и закрыли про компоненты, не надо их учить. О-ля-ля. И нарезали, как вам надо. Вот. Программу монтирую я в Камтазии. Вот. Поэтому просто начните делать. Делать, делать, делать. И результат у вас придет. Не сразу. Не сразу. Ну, я стучусь, почему нам важно говорить про продукцию. Дальше. Так. 20 минут осталось, смотрю. Так у меня. Следующая фишка. Фишка в том, что на чем компания, вот в компании много продукции, на чем компания фокусируется, вы основываешь, вас, наверное, подними, вы всегда проснетесь и расскажете. Самая фишка в том, что на 80% мы можем повлиять на наш кожу, на наш уход. Вы посмотрите, какие крыла. Если взять меня, моя трансформация, которая прошла с продуктом. Так, открывается следующее слово. У кого открылся, напишите плюсик. Это я была в 23 года. Посмотрите. На мне тональный крем, на мне макияж, на мне модная помада с модной черной обводкой. Это я была в 23 года. Посмотрите мои морщины, темные круги под глазами. У меня всегда были морщины в 23 года. Уже сейчас. И это фотографии без фотошопа, без ретуши. И одно из них, это, например, на банкете олейник, на лайнере. Ой, наверное, фотографировалась. Ребята, это трансформация, которая вы просто красиво, достойно стоите с компанией Арифлейм. Вот. Так, следующий слайдик. Это что, что оно? Вот, пожалуйста. Профессиональная фотосессия 10 лет назад, 2008 год, 28 лет. Тоже с ретушированной, с фотошопом, вроде как бы так, да? Вы видите, ну, это, естественно, носогубные складочки от них 28 лет, и мне 38 лет, а тоже такая же фотография, тоже профессиональная, как бы из студии. Ну, вы видите, просто, в принципе, вы стареете достойно. Мы все стареем. У нас, у нас все проходит. Понимаете, гравитация, но вы не стареете достойно. Я говорю, что я пользуюсь, то есть, только косметикой компании Арифлейм. Я рассказываю о том, как ухаживать, как выглядеть, насколько выглядеть. Вот, пожалуйста, а-ля, типа, фотография а-ля секси, да? Там и здесь, да? То есть, опять же, из компании Арифлейм, выделается другой макияж. Тот макияж, когда я раньше преподавала, это просто кошмар! Это такой ужас! И как сейчас, я до сих пор каждый день учусь в макияже у блогеров, да? Вот, пожалуйста, 15-2 сотрудничества с компанией Арифлейм. Фотографии до и после. Вот все. Трансформация. Пожалуйста, да, как я научилась макияжу, как я научилась всему, как все я поменяла. Я та же самая. Вот и все. Вот что значит. На Ольгу Бузова мне, да, часто говорят, что мы с ней похожи. Вот, чем-то есть. Так. Ну, на камеру, ребята, я не могу на камеру показать. А, вот здесь вот еще. Нет. Давайте я вам потом, у меня будет записан вебинар, а потом ссылочку дам. С слайдами. Так. У нас не перелистываются слайды. Долго. Что я бы хотела сказать? У кого новый слайд появился? Ну, вот тупит. Тупит, 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 тупит. Ох. Еще что-то. Еще у нас что-то было. Вот. Маска-марафон. Ребята, кто видел, что у нас есть, запустился маска-марафон? Зачем? Зачем он запустился? Вот. В бизнес играют очень мало людей. играют, да, работают, ну, скажем так, да, в основном у нас потребители. Потребителей нужно тусить. И вот маска-марафон, это реальный, это очень обалденный способ, когда ты быстро получаешь эффект. Вот с помадой ты накрасил, и ты видишь результат. А с уходом за лицом ты не можешь получить такого мгновенного результата. Но все мы знаем, что кожа – это наш холст. Если она ухожена, на ней все что угодно можно рисовать. А маска-марафон – это когда вы, реальная штука, офигенная, когда вы тестируете скин-экспертом фотографии, делаете кожу до, делаете любую нашу масочку, а потом делаете фото после. И вы обалдеваете, что у вас начинают разглаживаться морщинки, отбеливает кожу, значит, у вас уходит пигментация, там еще что-то. Вот, знаете, самое классное, когда вот, вот запустила маска-марафон, да, ну, понятно, там лидеры, партнеры сразу, гей, запустили сюда, в чат, в ватсапе. И туда пошли люди, о которых я года три не слышала, они сидели, вот, например, у меня есть, не буду называть фамилию, вроде как, или лидеры, вроде как-то даже на 22 выходили, а сейчас даже 150 баллов не делают, и просто вот клиенты, которых вообще, и я узнала, что там мне пишет девочка, с которой мы жили в сибирском, соседка, соседка по площадке была, она говорит, Ирина, привет, на рекрутинг там у Галя, то я как-то забыла о ней, надо было вспомнить ее. Она какие-то задает вопрос, там, блин, где сейчас, лет 10 не общались точно, а потом я узнаю, что она у меня оказывается на маске-марафоне, как она зашла, оказывается, мой лидер, директор ее зарегистрировала. Вот, проявляются люди, моя мама, вот, у кого есть мамы, у кого есть мамы, кому дарят им продукции, вот, моя мама имеет ряд, косметики компании Reflame, баночек, она этим пользуется? Конечно, конечно, сколько у ваших мамы просроченной косметики дома валяется, а сколько у ваших клиентов просроченных кремов, которые нифига не работают. Так вот, давала маму в этот чатик, она день просмотрела, что все делают в маске, говорит, Ира, бегом ко мне, мне надо срочно принести этот тест, это тестирование мне принести, ну, мобильный телефон, мама не знала просто где-то, я прихожу, делаю фотографию дом, она тут же мне уже подготовила целую коробку вот этих всех продуктов, я говорю, боже мой, сколько, оказывается, я маме купила, я еще ношу-ношу, она не спала, и я начала перебирать, так, срок годности, выкидываем, следующее, выкидываем, мама, да я себе, оказывается, сколько я приносила, не работает, что дальше? Мама делает, таблетки были, ой, тоником тут же залей, сделаем маску, ребят, ну, здесь ошибка, ну, 6 лет, сразу предложение показала, ребята, у меня мама вот такими глазами, все, она мне теперь звонит, Ира, какую маску мне сделать, что, 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 давай, ты же меня сфотографируй, у нее прям вот все, я ее чувствую, посмотри, какое у меня белое лицо, это ваши клиенты, это ваши родные люди, которые вроде как вот, а представляете, ваши клиенты, как вы думаете, почему они уходят с компании, или флэн, потому что они траншею вот эту вот, купили всяких тюбиков, они у них просто не работают, до анимата, они просрочно лежат, и они ничего у вас не покупают, почему, потому что они просто эти тюбики у вас лежат, дни 7 помад, например, да, смотрите, марафон, 7 дней 7 помад, 7 дней 7 макияжа глаз, ну, кто такой еще марафон придумает, все, блин, 7 дней 7 помад, да, эксперт тестирования, так, 7 пункт, все, прошлись, да, прошлись по тесту, был по, мы еще повторим вопрос, зависла, пропала, появилась, 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 да, спасибо, вот, сколько в вашей команде ключевых партнеров, вот смотрите, сосредоточимся, сейчас переходим на бизнес, уходим с продукции, переходим на бизнес, бизнес-партнеры, это те оставшиеся 5-10%, кто позитивен, ежедневно рекрутирует, не ноет, проходит все обучение, приводит на обучение людей, оповещает, что в его команде обучение, выступает, на каком-то уровне, создает вместе с вами обучение, делает 100-150 баллов, но это, это не признак лидерства, у него есть минимальный продукт, новый у нас, и он пользуется на вейдж, это ваш партнер, так вот, висит, 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 показывает, все норм, есть, да, окей, продолжаем, еще раз, ваш бизнес-партнер, это кто, позитивен, ежедневно рекрутирует, проходит все обучение, приводит на обучение, выступает, создает, перезагрузитесь, пожалуйста, ключевой партнер, ключевой партнер, КП, ключевой партнер, если вы на уровне 9%, либо у вас там 22% структуры, отрыв 900 бонус баллов, у вас должен быть один такой ключевой партнер, видео стоит на месте, сейчас попробую, а сейчас я появилась, ребят, есть видео, окей, плюсик, да, отлично, перезагрузилась, ну, энергетика выбивает, отлично, есть, напишите, задайте вопрос, видят ли меня, окей, итак, смотрите, фишка в том, если вы на 15%, у вас есть отрыв 3000 баллов, ваша структура, ну, помимо, например, 22% ветка, у вас должно быть 3 ключевых партнера, кто позитивен, то есть не ноет, ежедневно рекрутирует, проходит все обучение, приводит, выступает, главное, создает, обучение с вами, это ключевой партнер, вот, ребята, если вы на 22%, но у вас 3 ключевых партнера, значит, скоро вы станете на уровне 15%, это очень страшно, если вы на 22%, директор, но у вас только 3 таких человека, вы скоро опуститесь до 15%, либо будете так мерцающей 18%, это очень важно понимать, это нужно понимать, что у вас происходит, а как показатели команды посчитать, ребята, ну это на креатив, это будет домашнее задание, вот, да, у вас, например, хорошо, у вас 2 ключевых партнера, они на каком процентном уровне, подумайте, сами подумайте, просто я вам даю, как бы, на размышление эту тему, то есть, если у вас 2 ключевых партнера, и все, да, у вас 2 ключевых партнера, а, вот 9,6%, а у них никого нет, значит, если у них никого нет, то есть, это их уровень 9%, или вообще 0%, то есть, они до 9% не доползут, короче, подумайте, ребята, просто подумайте философски, что у вас должно быть, когда вы директор, у вас должно быть 5 ключевых партнеров, которые ежедневно рекрутируют, проводят обучение, и так далее, если нету летов, вы тут же упадете, если есть, то просто вы дальше продолжите рост, наша задача обучать людей, которые обучают, обучают дальше, чтобы ваша команда росла дальше, выращивать надо партнеров, следующий пункт, 8, это личный рекрутинг, рекрутинг, это зависимость от вашего уровня, да, чем больше у вас организация, тем меньше времени у вас на рекрутирование должно быть, но, если вы хотите идти на новое звание, то прежде всего вы должны уделять 4 часа день рекрутингу точно, по итогу, по итогу, это должно быть минимум 9 регистраций, если это половина, никакие, либо это должно быть 3 качественные регистрации, которые делают минимум по 100 баллов, это 3 квалифицированных новичка, но в итоге у вас должно быть всегда 300 баллов прироста новичками, то есть вы должны так качественно пообщаться с новичками, что за каталог ваша задача найти столько новичков, чтобы был прирост 300 бонус баллов, и среди них был новый 1 бизнес партнер, вот, ваша задача, прирост новичками 300 баллов, это стратегический, да, и 1 новый бизнес партнер вы должны находить, вот, оцените сами, должны качественно, вы можете пригласить и 50 регистраций, и 20 регистраций, но из них будет 1 новый бизнес партнер, из них будет 3 человека обученные, которые по 100 баллов будут заказ делать, понимаете, вы время можете шлепать 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 новых людей, а можете их обучить, а можете обучить человека делать 150 баллов на 15 лет, и вот вам счастье в 160 тысяч рублей, помните, я вам говорила про это, понятно, я вам видение даю, глобальность, 9, 9 пункт, это плотное сопровождение, плотное сопровождение, потому что, если пустые регистрации, из которых вы людей не сопровождаете, они как пришли, 10 баллов вы ставите себе, если у вас ежедневная планерка проходит с лидером, вы говорите ему, что я сделал, а лучше всего скидывайте, что вы сделали, помните ваш отчет, вы проводите ежедневную планерку с ключевыми партнерами, а ключевые партнеры это 2-3 человека, в вашей команде может 4, у вас есть отдельный чатик, где вы обмениваетесь, вот ваш фокус, вы созваниваетесь, например, утром до чашки чая, кофе, что вы будете делать, и главная формула это 5 контактов с новичками в течение 21 дня, я сейчас об этом не буду говорить, я просто покажу слайд, но подумайте, как у вас проходит плотное сопровождение ваших партнеров, как вы передаете им опыт, что там последним пунктом было, ой, господи, 5 контактов с новичком было, что там вопрос задает, вот, оцените, пожалуйста, как у вас проходит плотное сопровождение, напишите, пожалуйста, давайте личное пока напишем, ребят, личное напишите, сколько баллов вы оцениваете, вот, так, вот примерно так, я так понимаю, что еще минут 20 у меня, ребят, видите, какой у меня вебинар, 2.20 где-то будет, не устали, не устали, ребят, не устали, напишите готовность вашу, скажите, все, надо выключать, сколько всего, ну, надо хотя бы тест доделать, вот видите, еще одно, у нас есть командный файл, где сливаются баллы, личные баллы, групповые баллы, и каждый партнер вписывает, когда он сконтактировал, с кем это удобно, когда у вас есть общий файл, общий файл, да, есть, и вот, например, я когда общалась с какого-то человеком, я пишу дату, и о чем был разговор, да, там, например, лидер Леночка Полуэктова, кстати, присутствует, это ее файл, вот, когда она общалась с человеком, какого контакта у нее, отправила сообщение, там, еще что-то там, у нас Лена Псыркова, к сожалению, она уже не работает, я не помню ее в лидерах, ну, там писала, что кого она сопроводила, то есть я вижу, с этим человеком связались тогда-то такого-то, почти с последнего числа, эту информацию дали, это рассказали, кроме того, я вижу, например, Гайбук Юлия, там, в 11-м каталоге лично делала 107 баллов, а до этого делала 151 балл, 199 баллов, 180, значит, она может делать до 150, и я вижу, в то же время, там, Андрюшенко Татьяна, она делала 8 баллов, потом 74, и в этом каталоге нет, ага, значит, мне нужно ей позвонить, то есть, когда вы видите, прослеживаете по каталогам, кто когда делает, а это делается очень просто, очень просто, смотрите, каждый день, каждое утро, я скачиваю информационный листок, и я просто копирую графу личные баллы, и графу групповые баллы, после этого я вот так вот смотрю, свой командный файл, и вижу, что мне делать по структуре сегодня, с кем мне пообщаться, с кого, и вот это мой стратегический план, тут я посмотрела, кто когда уже пообщался с моими партнерами, ага, окей, здесь все понятно, системы пяти контактов, не буду рассказывать, вы, думаю, знаете, что нужно делать, на какой день, вот это тоже не буду рассказывать, ребята, вот, я просто для своей команды создавала, вопросы для увлечения среднего заказа, да, а ты уже пробовала рифлой, какой ты уже пользуешься, пробовала душ пять в одном, а ты пользуешься тональной основой, каждый день, какую используешь, какая понравилась, какую ты пудру используешь, разобщичная или компактная, тебе нравится больше блески или помада, какой цвет гаммы, холодная, теплая, у тебя кисточки для макияжа и так далее, кем-нибудь тра-та-та там, а пробовала, каркировала ногти, а у тебя слоятся ногти, как ухаживать, а пробовала ли ты гель для интима, а какие ароматы тебе нравятся, а у мужа сколько ароматов, тра-та-та-та-та, есть еще список, а твой муж предпочитает пину или гель для бритья, любит твердые или шариковые дезодоранты стиги, а у вас самый, а вы в семье пользуетесь жидким необычным мылом, а знаешь, как можно мгновенно придать блеск волосам, тра-та-та-та, а знаешь, что 80% людей неправильно чистят зубы, я к ним относилась, пока не узнала, что, как правильная техника и так далее, ребята, это вот повод заговорить с вашим клиентом, я создала 100 вопросов, 100 поводов, понимаете, какие витамины ты сейчас пьешь, какое у тебя состояние иммунной системы, как поднимаешь свой иммунитет, как часто вы болеете, твой ребенок принимает омегу, какие витамины покупаешь ребенку, ребята, 100 вопросов, 100 поводов заговорить с вашим человеком, а дальше вы даете либо ролик, помните, я сначала в своем вебинаре рассказывала, что я не умела, я не знала, как проводить презентацию, я не знала, как рассказывать, поэтому я просто давала смотреть видео, много раз, раз вы просто дали, у вас уже готов на этот вопрос ответ, на, посмотри, ты там найдешь ответ, ну и так далее, думайте, креативьте, я сегодня запускаю много-много-много пазлов, и в конце теста вы соберете эти пазлы и поймете, над чем вам работать, над каким пазлом, десятое, девочки, поделиться, я не сохранила эфир, ребята, я не сохранила эфир, себе, ладно, окей, сейчас еще нажали кнопку, так, 10 баллов, вот смотрите, вот важно понять, система работы, систему, не хаос, и здесь понятно, не важно, какая система рекрутирования, или система у моего спонсора, важно, какая система работы у меня, моя система работает, у него вебинары, сопровождение, а вы как используете эту систему, какая у вас система рекрутирования, в вашей команде, какая система сопровождения новичка, в вашей команде, Какая система работы с потребителями в вашей команде Какая система продвижения продукции в вашей команде Какая система обучения ключевых консультантов, менеджеров и лидеров в вашей команде Вы 12% Это ваша команда Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Вот оцените вашу систему Пропала? Сейчас я отключусь Ок, есть Ок, я думаю, что есть Да, ребята, еще раз посмотрите Не важно, какая система рекрутирования и работы у вашего спонсора Какая система работы у меня Какая в моей команде Система рекрутирования, сопровождение новичков Система работы с потребителем Система продвижения продукции Система обучения ключевых партнеров Оцените сейчас, пожалуйста, какая у вас работа система Напишите, пожалуйста Напишите по баллам Сколько у вас Система работы ваша Вот я постоянно проговариваю, продумываю, что нужно улучшить С какой системы там Что-то меняется Так, и последнее вот Одиннадцатый, еще будет последний пункт Это единство духа и страсти вашей команды Когда Десять баллов Это когда стопроцентная отдача Открытость, ответственность, передача То есть вы, девчонки, надо сделать это А нет, вот это, вот это, вот это Я вот это сделала, а я вот это Общая система обучения Вебинаров Каждый участник с уровня 9% Вносит какой-то вклад в развитие структуры Он даже новичок, но он уже там записывает Как я там отдал свой каталог, что-то Что происходит у вас Есть ли у вас сплочение Либо такое, что Ну да Вот такие, вы знаете, вот Не знаете, знаете, как они там Есть вот киты, которые плывут А есть рыбки-паразиты, которые присоседились и плывут За ними нифига ничего не делают Вот А как, что происходит Какое сплочение Какое По отношению к вашему вышестоящему лидеру Какой вы Спонсор Что вы делаете Как вы даете обратную связь Вот какая открытость Вот взаимоотношения происходят у вас Здесь очень важно Потому что Один в поле не воин И вот Вот это важно Команды составляющие Командой Задача Бру-ду-ду-ду-ду-ду Все решилось А если вы один То это очень сложно Насколько вот это вот А может быть Это вы считаете, что у вас команда На самом деле Команда Это набор потребителей Халявщиков Или просто Которым все комфортно Комфортно Когда вы проводите Вебинары Комфортно Когда вы оповещаете Об акциях Распродажах Проводите планерки Вот Одному тяжело Да, правильно Вот Надо понимать Иногда бывает У тебя просто Все супер А потом Может быть Между собой Лидеры Переругались Это такое Тоже может быть Это нормально Почему Потому что в семье Ну что вы Своим супругом не ругались Или с мамой не спорили Или ребенка не наказывали Своего Или ребенок на вас не обижался Это происходит И вот Здесь очень сложно Но главное Удержать вот этот баланс Вот это единство Дух И страсть команды Вот это надо беречь Как семью Как брак Как вот Прямо Самое ценное Самое сокровенное Это очень Очень сложно Семейная Вот эта вот Семейность Вот этот вот дух Но тем не менее Нужно обязательно Думать об этом И двенадцатый пункт Завершение Это Десять баллов Вы поставьте только тогда Когда Это результативность Можно говорить о чем угодно Применять множество систем Обучение Но результативность Важно показать Когда Каждые три каталога Есть два новых уровня Два новых званий То есть за три каталога Девять двенадцать Например Девять двенадцать процентов Либо Три шесть девять процентов Либо Двенадцать пятнадцать процентов Ну то есть два новых уровня То есть каждые полгода Девять месяцев Да в идеале Уровень по идее Двадцать два процента Теоретически это можно сделать Или каждый год Минимум одно звание В директорской команде Вот это результативность Называется Если результативности нет Значит Надо копаться в предыдущих 11 пунктах. Что нужно поменять, чтобы была результативность? Где то слабое звено, чтобы у меня была результативность? Вот сейчас напишите вашу результативность, как вы считаете. Оцените ее себе, для себя, стратегически подумайте. Почему? Потому что напишите вот эту цифру для себя. Как вы считаете? Это образно, 10 баллов, чтобы вы понимали. Почему? Потому что сейчас что вам нужно будет сделать? Вот перед вами 12 пунктов. Вот мы уже практически подходим. То есть уже все к завершению нашего вебинара. Еще 10 минут на подведение итогов. Вот как раз. 2.20, 2.20. Смотрите, у вас 12 пунктов. У вас уже были оценки. Ваша задача все 12 пунктов сложить. Кто это сделает? То есть какие были? Это мечты, степень страсти вашего главного желания, количество часов работы в месяц, ваше планирование, баланс между обучением и реальными действиями, личный товарооборот и товарооборот структуры среднего селя, количество ключевых консультантов, личный рекрутинг, сопровождение новичков и ключевой команды, система работы, единство духа и страсти вашей команды и результативность. Это 12 пунктов. Ребята, мы делим на 12. Вот смотрите, ребята, вот 31% эффективность. То есть получается, у вас сутки. Как вы ими, там, 8 часов вы работаете. Как эффективно за эти 8 часов вы поработали? 81%. Как вы месяц поработали? Просите, на 31%. Как вы квартал поработали на 31%? Ну, это означает ноль практически коэффициент. То есть вы делаете, 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 а результата нет. А если у вас нету роста, за вами никто не идет. Значит, у вас, скажем так, ваша мотивация тут же падает. Вот и все. А вы смотрите, где вы недорабатываете. 40%. Вот Кузнецова, Татьяна, 68% эффективность. Пожалуйста, Татьяна, расскажите о ваших последних достижениях, званиях. Я знаю, что у вас, наверное, либо новое звание, либо рост, либо хороший должен быть результат. У кого больше 60%, значит, должно быть что-то крутое. Расскажите, ваше, какое у вас звание, какой результат за последний год. Хорошо? Вот, а для того, чтобы не бросаться, что конкретно мне нужно делать, и когда вы услышите еще выступление топ-лидеров, вам нужно просто посмотреть и выделить три пункта, в которых нужно в первую очередь поднять показатель, где нужно поработать. То есть, либо это первый у вас пункт личное рекрутирование, либо вы работаете, например, над товарооборотом структуры, либо вы работаете над степень страсти вашего желания, когда вы захотели, вы сделали. То есть, вы должны подумать, понять. Это понятно? То есть, за всем не угонишься, что-то нужно, где-то слабо. Я поняла, что мне нужно поднять, например, средний показатель, и весь этот год я работала как официальный обозреватель, я фокусировалась на том, что мне надо поднять средний заказ. И мы подняли, да, и что вот эти пустых регистраций стало меньше качественно, потому что я понимаю, что вот такой вот там массовый рекрутинг, он закончится, нам нужно в качестве перерасти. Поэтому, например, вот, скажем, я себе запланировала прошлый год, сейчас как бы планы немножко как бы корректирую, да, такой подкачала показатель. Как считаем процент? Мы все 12 пунктов, мы суммируем оценки и делим на 12, умножаем на 10. Ребят, ну звука нету, нету ничего. Еще раз, непонятно, кому хорошо. У нас было 12 пунктов. Мы складываем показатель по каждому пункту, мечты, там, у меня там продумано, там, 5 баллов, степень страсти, ну так, на двоечку, да, количество часов работы в месяц, там, столько-то, там, 5 баллов и так далее. 12 пунктов все эти складываем, потом делим на 12, умножаем на 100%. Вот, 12% шоке, 46,6. Ребята, у кого средний показатель, вы теперь понимаете, что, где вы выпускаете, насколько ваша эффективность, насколько эффективен час вашей работы, да, это все зависит, это все совокупности. Вот, работать и работать. Как распределять свое время, на что? И последнее, в завершении моего вебинара, я вам еще раз показала бы вот такую табличку, что, что сделать, как это, знаешь, чек-лист, да, топ-10, то, про 10 пунктов быстрорастущего партнера. Первое, составить список мечт, составить список знакомых минимум 300 человек, пользоваться Wellness Novage, иначе, как вы будете быть амбассадором, Арифлей, организовать ЛТО 150 баллов, посещать все вебинары, ежедневно рекрутировать, цель минимум 3 регистрации и прирост товара оборота, минутку, товара оборота новичков 300 баллов, сопровождать новичков, помогать изучать продукцию, разместить заказ, помогать в рекрутинге, приглашать, приводить на вебинары. Восьмое, это участие во всех вебинарах и планер, как чтобы вы говорили, когда вы говорите и вы рассказываете, значит, вы учитесь на пути к становлению топ-лидера, ежедневно у вас должен быть план, и вы делаете отчет, звонок к менеджеру или директору. Вот это чек-лист. Понятен? Ребят, все? Вот, это были все мои фишечки, которыми я хотелась. Мне казалось, это самое важное, самое главное, что я могла бы с вами поделиться, дать информацию, чтобы у вас структурировалось, пошло по полочкам, чтобы вы видели, как то, что в многообразии всей информации, что конкретно вам нужно делать, в какой сфере работать. Вот. Да, я очень рада, что была вам полезной. Вот. Помните, что успех – это дом небольших усилий, затрачиваемых из-за дня в день. Каждый день, потихоньку, даже если у вас чего-то, пока не получается. Просто каждый день, фокусируясь на правильных вещах, на ваших целях, вы достигнете вашей мечты, желания. Большое спасибо всем вам, что присутствовали больше 700 человек, два с половиной часа на вебинаре, да, вы со мной. Большое спасибо. Я очень рада, что у нас такой потрясающий бриллиантовый марафон. Вот. И я очень рада, что завтра буду вместе с вами также обучаться, получать какие-то новые знания, которые помогут взорвать наш глобальный большой бизнес Арифлейн, чтобы у нас никогда не было каких-то конкурентов. Мы были номер компаний, номер один. Огромное вас спасибо. Целую. До новых встреч. И я жду ваших отзывов. Пожалуйста, напишите ваши отзывы в чатах. Мне важно получать вашу обратную связь, потому что я не всегда читала чаты. Люблю вас. До скорых встреч. Пока.